окружающей среде и не нуждались в адаптации. После успешного вылупления Небесного Орла Верхнего Предела Фан Юань успокоился и наблюдал за ним еще несколько дней. После того, как он убедился, что у Небесного Орла Верхнего Предела не было проблем, Фан Юань немедленно улетел, используя телепортационную формацию гусекты Ланг Я, чтобы добраться до Тайцу. Шестое земное бедствие должно было вот-вот наступить, времени было мало, зачем Фан Юань отправился в Тайцу. Он не мог пройти через испытания в Тайцу, потому что это было слишком опасно. Древние опустошающие звери и древние опустошающие растения не обладали разумом, они легко поддавались влиянию Небесной Воле и могли сформироваться в гигантский звериный прилив. Фан Юань следовал по маршруту и двигался. Он использовал знакомое лицо, постоянно меняя внешность, маскируясь под древних опустошающих зверей или опустошающих растений, чтобы путешествовать, перемещаясь в Тайцу. Фан Юань не осмеливался идти в центр Тайцу, это было очень опасно, там было много диких бессмертных гу и даже незапамятных опустошающих зверей. К счастью, его пункт назначения находился не в центре Тайцу, а на окраине. Через три дня он успешно добрался до места назначения. Земля перед ним была неровной, хотя здесь было много огромной травы, она не могла скрыть следы битвы. Здесь было разбросано несколько изуродованных трупов. Окинув взглядом окрестности, Фан Юань не обнаружил никакой опасности, он выдохнул воздух и расслабился. Во время предыдущего земного бедствия я получил много знаков до пути тьмы. В этот раз я использовал темный предел, чтобы скрыться от небесной воли, эффект во много раз лучше. Таким образом, я все еще в безопасности. Тогда дальше, Фан Юань мобилизовал своих червей гу, осматривая окрестности. Он был очень осторожен и тщательно искал. В его бессмертной апертуре находился бессмертный гу седьмого ранга. Фан Юань специально одолжил его у небесного владыки Байцзу. Одалживание бессмертного гу также было частью сделки между Фан Юанем и небесным владыкой Байцзу. Кроме этого, был еще и бессмертный убийственный ход. С этим бессмертным гу седьмого ранга в качестве ядра, Фан Юань использовал бессмертный убийственный ход. Вскоре после этого он сделал открытие. Хорошо, я правильно вспомнил. Оно здесь. С помощью бессмертного убийственного хода Фан Юань смог обнаружить благословенную землю. Она была скрыта в пустом пространстве, спрятанная здесь в воздухе. Хороший орел, теперь дело за тобой. Затем Фан Юань открыл бессмертную апертуру, выпустив на волю небесного орла верхнего предела. Небесный орел верхнего предела вырос в несколько раз за эти дни, но он был еще молод. У него были блестящие перья и острые орлиные глаза. Он был довольно сильным и энергичным на вид. Он летел в небе, неся Фан Юаня на спине. Они пролетели несколько раз по кругу, под руководством Фан Юаня. Он что-то почувствовал и изменил направление, нацелившись на землю и собираясь разбиться. Когда он был в трех метрах от земли, небесный орел верхнего предела внезапно прошел через вход и исчез и стойцу вместе с Фан Юанем. В следующий момент Фан Юань оказался на совершенно новой благословенной земле. Эта благословенная земля была очень уникальной. Вся местность представляла собой мелководный пляж. Нефритово-зеленая вода глубиной менее трех метров, большое количество камней, нагроможденных на берегу, как чернила на случайно нарисованном холсте. Они напоминали штрихи и линии, переплетающиеся между собой. Здесь было много бассейнов с зеленой водой, некоторые образовывали озеро, а некоторые крошечные моря, они были распределены, как фигуры на шахматной доске. Это очень похоже на благословенную землю нефритового бассейна племени Дунфан. Подумал про себя Фан Юань, но он понимал, что это место в корне отличалось от благословенной земли нефритового бассейна. Благословенная земля нефритового бассейна была наполнена множеством глубоких бассейнов, их было десятки тысяч, они напоминали звезды в небе, создавая прекрасное зрелище. Внутри нефритовых бассейнов вода была другой, и в ней размножалось бесчисленное множество водных организмов. Но здесь вода была связана с одним источником, потому что между скалами, которые образовывали рельеф пляжа, были расщелины. Фан Юань посмотрел, там было большое количество рыбы и креветок, всевозможных водных насекомых и смертных гу. Под пляжем, в расщелинах лежали ракушки, медии, водоросли и другие. Но больше всего было змей. Эти змей были розовато-красного цвета, маленькие и хрупкие, размером с большой палец взрослого человека, более мелкие всего несколько сантиметров. Это был духовный змей. Гу Бессмертный Ханьдун больше всех специализировался на этой трансформации. Это была благословенная земля Ханьдуна. Ханьдун был одним из странствующих трех элит. Когда Дун Фан Чен Фан овладел Дун Фан Юйленом и пытался его оживить, он использовал труп незапамятной руиной летучей мыши, чтобы создать временную базу. К тому времени, как Фан Юань и остальные прибыли туда, Гу Бессмертный Ханьдун из странствующих трех элит уже умер. Странствующие три элиты – это Лу Цин Мин, Су Гуан и Ханьдун. Они были довольно известными и одинокими культиваторами. Когда трое работали вместе, они могли использовать бессмертный убийственный ход, который собирал свет, образуя колесницу, способную быстро передвигаться. В мире Гу Бессмертных, когда некоторые Гу Бессмертные развивали близкие отношения, они помогали друг другу и культивировали вместе. Со временем, когда они становились более знакомыми, если они были талантливы, они постигали и создавали новые совместные бессмертные убийственные ходы. Странствующие три элиты были именно такими. Громовой рев ветра Чжоула Аву и Хачжиня был похож. Среди этих троих был Гу Бессмертным Пути Ветра, его фирменным ходом был опутывающий ветер, он был очень мощным и маневренным. Су Гуан был Гу Бессмертным Пути Света, а Ханьдун культивировал Путь Трансформации. Он был Гу Бессмертным шестого ранга Пути Трансформации, а эта благословенная земля Ханьдуна была благословенной землей шестого ранга. Фан Юань парил в небе, в это время розовато-красный духовный змей скользнул к Фан Юаню. Хис-хис-хис. Духовная змея была полупрозрачной, без чешуи, ее плоть была розоватой, у нее не было костей, только одна красная линия разделяла ее тело от головы до хвоста. Она шипела на Фан Юаня, показывая враждебность в своем тоне. Она отличалась от других змей. Фан Юань мог понять это, так как шипение превратилось в слова в его ушах. Кто ты? Зачем ты вторгся в мой дом? Быстро убирайся, тебе здесь не рады. Фан Юань слегка улыбнулся. Я пришел сюда, потому что хочу стать твоим хозяином. Каковы условия для этого? Хис-хис-хис. Розовато-красный духовный змей недовольно шипел. Фан Юань кивнул, чувствуя себя счастливым. Он подумал про себя. Значит, одержимость Ханьдуна перед смертью связана с Лу Цин Мином и Су Гуаном. Оказалось, что условие благословенной земли Ханьдуна было очень простым, но строгим. Духовный змей перед Фан Юанем была духом земли благословенной земли, созданным после смерти Ханьдуна и соединившим его одержимость с небесной силой. Этот дух земли признавал только Лу Цин Мина или Су Гуана. Когда кто-нибудь из них прибудет, эта благословенная земля будет принадлежать им. С давних пор между странствующими тремя элитами установились тесные отношения. Перед смертью Ханьдун мечтал оставить все свое имущество двум своим хорошим друзьям. В таком случае, я приведу сюда Лу Цин Мина. Мы с ним хорошие друзья. Фан Юань говорил чепуху. Хис-хис-хис. Духовный змей спросил. Это правда? Ты можешь найти Лу Цин Мина? Это замечательно. На самом деле, он находится неподалеку. Поскольку твое главное тело умерло здесь, Лу Цин Мин и Су Гуан думали об этом. Но тайцу слишком опасен, поэтому они попросили меня о помощи, и мы наконец-то нашли тебя спустя столько времени. Фан Юань начал свою цепь лжи. Он не был взволнован, и его сердце не билось быстрее. Духовный змей скользил вокруг, двигая своим телом. Он был очень взволнован. Затем она договорилась с Фан Юанем, что через несколько минут прибудет Лу Цин Мин. Спасибо тебе, ты действительно хороший человек. Отношение духовной змеи изменилось. Она была очень приветлива и открыла вход, выпустив Фан Юаня. Ты должен найти Лу Цин Мина. Проводив Фан Юаня, духовный змей с тоской закрыл вход. Фан Юань пролетел по кругу снаружи, убрав небесного орла верхнего предела и использовав знакомое лицо, чтобы стать Лу Цин Мином. Он вернулся и подождал некоторое время, прежде чем вход в благословенную землю открылся. Лорд Лу Цин Мин всхлип, всхлип, всхлип. Духовный змей был у входа. Увидев Лу Цин Мина, он начал безудержно рыдать. Фан Юань утешил ее, и настроение змеи улучшилось. Духовный змей спросил. Лорд Лу Цин Мин, где ваш друг? Он хороший человек, он привел тебя сюда. Он добрый и отзывчивый человек, на него можно положиться. Он уже ушел, сказав, что нет смысла оставаться здесь, он уже сделал свое дело. Фан Юань продолжал рассказывать свои сказки. Жалкий дух земли не мог разглядеть знакомое лицо. Он подумал, что тот говорит правду, и сразу же признал Лу Цин Мина своим хозяином. Хис-хис-хис. Духовный змей обвился вокруг плеча Фан Юаня. Отныне ты хозяин этой благословенной земли. Фан Юань тут же сменил тон. Прекрасно, я уже думал об этом, я отдам эту благословенную землю моему другу. Хис-хис. Духовный змей был ошеломлен. Фан Юань слегка улыбнулся. Поскольку я владелец этого места, у меня есть на это право, верно? Хис-хис. Розовато-красный духовный змей опустила голову. Он был расстроен, но все же ответил, признавая слова Фан Юаня. Фан Юань тут же ушел, через мгновение он избавился от знакомого лица и вернулся в свой прежний облик. Очень удачно, духовный змей признал его хозяином. Хис-хис-хис. Духовный змей сказал, с сегодняшнего дня ты являешься хозяином этой благословенной земли. Хоть мне и грустно, но таково желание господина Лу Цин Мина. Затем из уст Фан Юаня вырвались еще более печальные слова. Поскольку ты признаешь меня своим господином, работай со мной, ассимилируй эту благословенную землю с моей собственной благословенной землей. Хис-хис-хис-хис-хис-хис. Духовный змей был полностью ошеломлен, а затем впал в ярость. Что? Почему мы должны это делать? Если мы это сделаем, я исчезну. Конечно, я знаю это. Но, слившись с моей благословенной землей, я смогу избежать множества бедствий и несчастий. Это будет полезно для меня. Продолжал Фан Юань. Розовато-красный дух змей подумал о чем-то и воскликнул. Чтобы присоединить мою благословенную землю, тебе нужно быть, по крайней мере, мастером пути трансформации. Я в первую очередь культивирую путь трансформации, я, гроссмейстер. Насмешливо ответил Фан Юань. Духовный змей потерял всю свою бодрость, его голова опустилась на землю. Хорошо, ты владелец благословенной земли, можешь делать все, что хочешь, а я буду сотрудничать. Бессмертные апертуры могли присоединять друг друга. При этом существовало множество ограничений и требований. Во-первых, меньшая бессмертная апертура не могла поглотить большую. Во-вторых, мертвые апертуры не могли пожирать других. Наконец, для присоединения бессмертных апертур требовались определенные уровни достижений. Чтобы присоединить благословенную землю шестого ранга, нужно было достичь уровня мастера в этом пути. Для благословенных земель седьмого ранга требовался уровень гроссмейстера, а для небесного грота восьмого ранга уровень великого гроссмейстера. Как только эти требования были выполнены, бессмертная апертура другого человека могла быть поглощена и стать частью собственной бессмертной апертуры. В этом было много преимуществ. Во-первых, ресурсы внутри присоединенной бессмертной апертуры полностью переходили в другую бессмертную апертуру без необходимости перемещения. Во-вторых, человек получал часть знаков ДАА. В-третьих, и это самый важный момент, пропуск бедствий и несчастий. Например, бессмертная ХУ, культиватор-одиночка пути порабощения с центрального континента умерла во время своего пятого земного бедствия от тени синей чарующей молнии. Несмотря на то, что тень синей чарующей молнии осталась, пятое земное бедствие благословенной земли бессмертной ХУ закончилось. Если бы ГУ бессмертный присоединил благословенную землю, он получил бы все ресурсы, находящиеся в благословенной земле бессмертной ХУ. В то же время он получит часть знаков ДА благословенной земли, и он пропустит по крайней мере одно бедствие или несчастье, максимум пять. Кроме того, отсчет времени до следующего бедствия или несчастья обнулялся. Южная граница, гора Нефритового горшка, группа Инвусе прибыла во внутреннюю часть горы. Подумать только, на поверхности горы Нефритового горшка есть нефритовая почва, из которой добывают прекрасный нефрит, известный в южной границе, а внутри ледяная земля, здесь действительно другой мир. Байнин Бин стояла внутри ледяной пещеры и вздыхала в шоке. По мере того, как они углублялись в гору Нефритового горшка, температура понижалась, распространялась энергия мороза, и хотя у Гу Бессмертных были защитные методы, они все равно чувствовали сильный холод, атакующий их. Инвусе внезапно приостановил шаги, казалось он что-то почувствовал, он заговорил, глядя вперед на пустое пространство. Мы здесь. Это бессмертная апертура шестого ранга, оставленная Гу Бессмертным пути силы из секты теней. Затем Инвусе обернулся и сказал Хайлулань. Хайлулань это для тебя. У тебя достаточный уровень достижений пути силы, ты можешь присоединить эту бессмертную апертуру. Таким образом, грядущие бедствия и несчастья обойдут тебя стороной. Выражение лица Хайлулань изменилось. Она обладала телосложением великой силы истинного боевого искусства, одним из десяти экстремальных телосложений. Ее беды и несчастья были очень сильны. Присоединение бессмертной апертуры могло бы решить ее проблему, но это принесло бы в жертву ее потенциал для роста в будущем, только чтобы получить некоторые краткосрочные преимущества. Она колебалась, но в конце концов стиснула зубы и пошла вперед. Инвусе внутренне кивнул на это. Он понял чувства Хайлулань и сказал, на пути культивации Гу Бессмертного преследовать потенциал и долгосрочный рост неразумно. Если ты не сможешь пережить грядущие испытания, то ни о каком будущем не может быть речи. Не волнуйся, эта благословенная земля содержит знаки ДАА Пути Силы, число которых не меньше, чем у твоих испытаний десяти экстремальных телосложений. Методы культивации секты теней – это не то, что ты можешь себе представить, но сколько ты сможешь поглотить, зависит от твоей собственной удачи. Ведь поглощение чужих бессмертных апертур часто приводит к уменьшению количества получаемых знаков ДАА. Это намного меньше, чем если бы ты напрямую поместил трубку бессмертного в свою бессмертную апертуру и позволил ей разрушиться естественным образом. Тело Хэйлу Лань дрожало, предвкушение в ее взгляде становилось все тяжелее. Инвуси не мог не думать о Фан Юане, он мысленно добавил. Конечно, на суверенное бессмертное тело это не распространяется. Что происходит? Фан Юань был в замешательстве. При содействии розовато-красного духа Змеи Благословенной Земли, он успешно присоединил Благословенную Землю Ханьдуна, превратив ее в часть суверенной бессмертной апертуры. Таким образом, на мини-северной равнине появился мелководный каменистый пляж в пределах суверенной бессмертной апертуры. На мелководном пляже была прозрачная нефритово-зеленая вода, в которой плавали всевозможные рыбы и креветки, их можно было увидеть плавающими в прозрачной воде. Между расщелинами скал водорослей и морские водоросли плавали вместе с волнами, были даже ракушки и конхи. Здесь было множество розовато-красных духовных змей, некоторые передвигались в одиночку, исследуя расщелины. Некоторые объединялись в группы, плавали в зеленой воде, напоминая клубок красных нитей, когда они двигались вместе. Некоторые группы духовных змей двигались сотнями, это было грандиозное зрелище. Стоит упомянуть о опустошающем звере, розово-красной духовной змеи. Он покоился в расщелине между скалами и, казалось, погрузился в глубокий сон. Даже когда вся благословенная земля была поглощена, она не проснулась. Фан Юань перенес всю благословенную землю Ханьдуна. Ассимиляция была просто идеальной. Обычно, если бы Фан Юань достал эти ресурсы и лично посадил их в свою суверенную бессмертную апертуру, ему пришлось бы копать реки и создавать среду обитания. В этом случае из-за изменения окружающей среды и разницы в знаках да, большая часть этих ресурсов увидала и умирала. Как и в случае, когда Фан Юань забрал ресурсы небесного грота Хэйфан, ему пришлось постоянно продавать их во внешнем мире, потому что эти ресурсы не могли расти в суверенной бессмертной апертуре. Не стоило и пытаться. Но теперь, когда Фан Юань напрямую присоединил бессмертную апертуру, он избавился от многих проблем. Ресурсам благословенной земли Ханьдуна, будь то рыба, креветки или растения, не нужно было адаптироваться к новой среде. Ведь Фан Юань перенес все окружения прямо туда. Таким образом, Фан Юань полностью, со стопроцентной эффективностью, перенял все ресурсы, накопленные Ханьдуном за всю его жизнь, и мгновенно поглотил их. Благословенная земля Ханьдуна производит только одну ценную вещь – духовных змей. Он уже может выращивать духовных змей уровня опустошающего зверя, даже если это благословенная земля низкого класса, достичь такого уровня развития уже выдающееся достижение. Таким образом, Фан Юань мог унаследовать бизнес Ханьдуна и продавать духовных змей. Духовные змей были разновидностью мутировавших зверей, но у них был высокий потолок роста, они могли достичь пика уровня древнего опустошающего зверя. По оценке Фан Юаня, этот каменистый пляж был основой для выращивания духовных змей. Прибыль, которую он получал от него, немного превышала прибыль от полей звездной травы, которые находились в мини-синих небесах. Фан Юань пока отложил эти ресурсы в сторону. Были и другие, более странные обстоятельства. Во-первых, дух земли благословенной земли Ханьдуна, розово-красная духовная змея, все еще находилась на скалистом пляже. Она не умерла. Хис-хис-хис. Розовато-красная духовная змея извивалась своим хрупким телом, качая головой, и даже сам дух земли был в замешательстве. Благословенная земля была присоединена, дух земли должен был умереть, это было общеизвестно в мире губи смертных. Но когда речь шла о суверенной бессмертной апертуре, логике нельзя было противоречить. Фан Юань совсем не ожидал этого, он мысленно был готов пожертвовать духом благословенной земли. Но подумать только, что случилось такое. Усилием воли Фан Юань опустился на каменный пляж, приняв человеческую форму. Розовато-красная духовная змея подползла к Фан Юаню и радостно зашипела. Хис-хис-хис. Хозяин, хозяин, что происходит, я на самом деле не умер. Я все еще жив, мастер, мастер, вы удивительны. Воля Фан Юань рассмеялась. Конечно, это мое тайное искусство, созданное исключительно мной, оно уникально во всем этом мире губи смертных. Ты думаешь, я хотел причинить тебе вред, но ты действительно предан, ты был готов пожертвовать собой и отдать все мне. Глаза розовато-красного духовного змея сияли, он глубоко восхищался Фан Юанем. Хис-хис-хис. Вау, мой хозяин такой удивительный, талант хозяина выше небес. Я действительно так счастлив, что у меня есть такой мастер, как ты. Воля Фан Юаня кивнула в знак согласия. Хорошо, хотя я и создал секретное искусство для присоединения бессмертных апертур других, я впервые использовал его. Насколько сильно ты контролируешь этот каменистый пляж? Духовный змей ответил. Так же, как и раньше, хозяин, хозяин, ты такой удивительный. О, Фан Юань задумался, а затем сказал. Тогда, маленький духовный змей, можешь ли ты контролировать какие-либо другие области? Духовный змей попробовал и покачал головой. Нет, хозяин, я не могу, он может контролировать, только свою изначальную территорию. Фан Юань задумался и сказал. Тогда, может, попробуешь покинуть этот каменистый пляж? Духовная змея была очень послушной, она сразу же попыталась. К сожалению, как и предсказывал Фан Юань, он не мог покинуть каменистый пляж. Таким образом, маленький духовный змей в будущем сможет управлять только этим каменистым пляжем. Фан Юань почувствовал легкую жалость. Ему не хватало способного человека, который мог бы управлять суверенной бессмертной апертурой вместо него. Ранее он надеялся, что найдется кто-то вроде маленькой бессмертной Ху, кто будет управлять этим местом за него. В конце концов, суверенная бессмертная апертура была слишком большой. Божественное восприятие Фан Юань требовало времени, чтобы полностью осмотреть ее и управлять ею было хлопотно. Это отнимало у него много времени и энергии в течение обычного дня. Появление розовато-красного духовного змея было несколько неожиданным и радостным сюрпризом. Фан Юань хотел поручить ему управление суверенной бессмертной апертурой, но теперь, похоже, забыв о суверенной бессмертной апертуре, он не мог управлять даже всей мини-северной равниной, ведь он мог передвигаться только по своей первоначальной территории. Забудь об этом. Розовато-красный духовный змей позаботиться об этом каменистом пляже может. Он сразу почувствует любые проблемы, если они возникнут. Почему я должен быть недоволен? Фан Юань быстро справился с этим и продолжил спокойно размышлять. Розовато-красный духовный змей не был уничтожен, он все еще существовал. Это был лишь один аспект, который потряс Фан Юаня. Другой аспект был связан со знаками Даа. Я присоединил благословенную землю Ханьдуна, но я фактически поглотил все знаки Даа благословенной земли. Что происходит? Фан Юань был озадачен. По логике мира гу-бессмертных, когда гу-бессмертные присоединяют бессмертные апертуры, получаемые ими знаки Даа значительно уменьшаются от общего количества. Но Фан Юань получил все. Перед присоединением благословенной земли Фан Юань использовал воспринимающий Даа бессмертный гу, чтобы проверить количество знаков Даа в благословенной земле Ханьдуна. Больше всего знаков Даа пути трансформации около 7000. Затем следовали знаки Даа пути воды и земли, по 1000. Путь времени, путь космоса, путь огня и другие знаки Даа были перемешаны и варьировались в количестве. Некоторые были меньше сотни, некоторые несколько сотен. Все эти знаки Даа были поглощены Фан Юанем. Поскольку благословенная земля Ханьдуна полностью слилась с ним, она стала частью суверенной бессмертной апертуры. Результаты тестирования с помощью воспринимающего Даа бессмертного гу подтвердили этот тезис. Отчасти я понимаю, почему Фан Юань задумался на некоторое время и кое-что понял. Причиной такой ситуации, скорее всего, было свойство неконфликтующих знаков Даа, которым обладало суверенное бессмертное тело. Обычные гу бессмертные, даже те, кто относится к десяти экстремальным телосложениям, при присоединении бессмертных апертур сталкивались с конфликтами между различными знаками Даа. Знаки Даа гу бессмертного были как хозяева дома, а присоединенные знаки Даа были как гости. Если гости захотят войти в дом и не захотят уходить, даже попытаются стать новыми хозяевами дома, то первоначальные хозяева прогонят их. В конце концов, первоначальные хозяева примут партию гостей, которые им понравятся, и эти гости будут соответствовать природе хозяев, они будут того же пути. Что касается знаков Даа других путей, то они будут прогнаны, лишь немногие из них смогут войти в дом и стать новыми хозяевами. Но суверенное бессмертное тело Фан Юаня было совсем другим. Этот дом был открыт и приглашал любого гостя остаться. Поскольку знаки Даа не противоречили друг другу, первоначальный владелец мог позволить любому новичку остаться без каких-либо проблем. Это всеобъемлюще. Не только знаки Даа не конфликтуют, но даже духи земли могут быть приняты внутрь. Это как огромный мир снаружи, нет ничего, что он не мог бы вместить. Фан Юань внезапно почувствовал след невероятной стойкости и решимости преподобного демона спектральной души. Суверенное бессмертное тело было сформировано из суверенного бессмертного эмбриона Гу. Он был выведен спектральной душой в одиночку, потратив огромное количество времени, усилий и ресурсов, и в итоге был усовершенствован через большую опасность. Этот бессмертный Гу был воплощением убеждения и мышления преподобного демона спектральной души. Фан Юань не мог не похвалить его. Преподобный демон спектральной души достиг вершины через убийство, он создал путь души и был непобедим в этом мире. Но после смерти его душа отправилась к двери жизни и смерти, он сделал еще один шаг вперед и преодолел пределы, с которыми столкнулся при жизни, достигнув состояние бытия сродни морю, в которое впадают все реки, став всеобъемлющим существом, он был поистине невероятен. Неконфликтующие знаки да делали тело Фан Юэня очень хрупким, но преимущества значительно перевешивали недостатки. Фан Юэнь мог использовать сильные защитные методы, чтобы свести на нет эту слабость, но огромные преимущества, которые она давала, нельзя было повторить другими способами. После присоединения благословенной земли Ханьдуна, последняя выгода Фан Юэня стала и его главной целью избежать бедствий и несчастий, и ему это удалось, первоначально его ожидало шестое земное бедствие, но после присоединения благословенной земли Ханьдуна шестое земное бедствие было не только пропущено, отсчет времени до следующего бедствия и он даже перескочил на четыре бедствия вперед, я уже прошел пять земных бедствий и скоро наступит шестое, теперь, когда я пропустил четыре, я уже прошел девятое земное бедствие и мое первое небесное несчастье будет следующим, Гу бессмертные снова и снова проходят через испытания, они словно получают признание небес и земли. Достижениями предшественников будет наслаждаться тот, кто присоединит к себе их бессмертную апертуру. Хотя Фан Юян не очень понимал, почему так происходит, это было доказано бесчисленное количество раз в истории многими гу бессмертными. Присоединение чужих благословенных земель позволяло пропустить их испытания, это также был способ пройти через испытания, но на самом деле существовали огромные ограничения и жесткие условия, которые нужно было выполнить, да и недостатки были немаленькими. Вздох, после присоединения этой бессмертной апертуры пути силы, я хоть и получила много, но потеряла много будущего потенциала в обмен на текущую выгоду. Внутри горы нефритового горшка южной границы, Хэй Лу Лань также присоединила бессмертную апертуру, но выражение ее лица было очень мрачным. Несмотря на то, что Хэй Лу Лань получила много ресурсов, и ее главная слабость была смягчена, ее прирост знаков ДА был очень мал, если прикинуть, то это было менее 30% от знаков ДА бессмертной апертуры. Она пропустила более 10 бедствий и несчастий, поскольку у нее было одно из 10 экстремальных телосложений, каждый раз, когда она проходила через испытания, она становилась очень сильной. Удача и бедствие шли рука об руку, и каждый раз, когда ей удавалось пройти через испытания, количество полученных ею знаков ДА становилось намного больше. Более 10 бедствий и несчастий это были не только земные бедствия, но и небесные несчастья, учитывая это, ее потери были огромны. Несмотря на то, что бедствия были опасны для такой смелой и яростной натуры, как Хэй Лу Лань, она не боялась трудностей, она боялась только быть обычной. Даже если я не хочу, что я могу сделать? Я застряла глубоко в пропасти, ничего не зависит от меня. Хэй Лу Лань внутренне вздохнула, Инвусе наблюдал за ее внешним видом, увидев мрачное выражение лица Хэй Лу Лань, он внутренне улыбнулся и сказал, «Хорошо, давайте продолжим путешествие». Группа прошла ледяной тоннель, еще больше углубившись в гору. В конце концов, они оказались перед ледяной стеной. Сквозь белую стену льда бессмертные могли видеть бесчисленные сердца внутри. Эти сердца были синего цвета, их было не менее тысячи. Бай Нин Бин не знал о них, но Тай Бай Юнь Шин закричал, «А небеса это ледяные сердца, это все ледяные сердца». Выражение лица Хэй Лу Лань также изменилось, «Это не просто ледяные сердца, это двойные ледяные сердца». Последнее является бессмертным материалом седьмого ранга, и в таком количестве. Даже обычно спокойный шину замер, невообразимо у горы нефритового горшка действительно такое изобилие богатств. Если бы Гу Бессмертные Южной Границы узнали об этом, то поднялась бы такая буря, что в борьбе за эти ледяные сердца они сражались бы до тех пор, пока не хлынули реки крови. Гора нефритового горшка не была необитаемой, на горе была деревня с фамилией Юй. Гора нефритового горшка производила нефритовые камни и нефриты Гу. Деревня клана Юй полагалась на эти ресурсы для выживания. Среди смертных сил деревня клана Юй, в которой было много Гу мастеров пятого ранга, была очень могущественной. Но для Гу бессмертных они были недостойны упоминания. Кто бы мог подумать, что в горе нефритового горшка, контролируемой смертными силами, может быть собрано такое количество редких бессмертных материалов. Инвусе глубоко вздохнул. Гора нефритового горшка не представляет собой ничего особенного, ее легко игнорировать. Даже моя секта теней нашла это место благодаря случайной встрече. Но ледяные сердца, образующиеся здесь естественным образом, не так уж велики по количеству. Гу бессмертные из моей секты теней тайно установили формацию Гу, чтобы превратить это место в рассадник Гу. В прошлом это место питало ледяные сердца Гу, но их забрали. Здесь все еще есть одно ледяное сердце бессмертный Гу. Он не был готов раньше, но теперь он полностью сформировался. Бай Нин Бин, иди сюда и забери этого дикого бессмертного Гу, используя метод, которому я тебя научил. Хорошо. Бай Нин Бин сказала без колебаний. Она пошла вперед большими шагами. Затем, следуя указаниям Инвусе, она вытянула обе руки и положила их на ледяную стену, которая была покрыта энергией Мороза. Не используя никаких защитных методов, руки Бай Нин Бин были полностью заморожены. Энергия Мороза атаковала ее, и на руках образовался толстый слой иния. Хэй Лу Лань увидела это и подняла брови. Тай Бай Юнь Шин хотел заговорить, но на его лице появилось выражение жалости. Инвусе слегка улыбнулась. Шину ничего не выразил, не сказав ни слова. Бай Нин Бин терпела сильную боль. Когда энергия Мороза проходила через ее тело от рук, вскоре она почувствовала, что ее тело стало жестким, даже ее разум застыл. Сильная угроза смерти атаковала ее и тело, и разум. Но она была непоколебима. В ее ясных голубых глазах был виден твердый, решительный взгляд. Она была еще более упрямой и холодной, чем эта ледяная стена. Выдержи. Даже если я умру, ничего страшного. Хэй Мэв, умереть от Мороза вот так, это тоже интересно, не так ли? Более того, секта теней понесла огромный удар, им нужна рабочая сила. Инвусе так старался завербовать меня, как он может позволить мне умереть вот так. Как и ожидалось, на глазах у Бай Нин Бин произошли изменения. Внутри стены льда голубые ледяные сердца задрожали вместе, вибрации сначала были небольшими, но со временем становились все интенсивнее. Спустя более десяти дыханий стена льда издала громкий звук, на глазах бессмертных образовались трещины. Вскоре они покрыли ледяную стену, словно паутина. Одна из трещин ушла глубоко внутрь стены. Аура бессмертного гу просочилась наружу. Тай Бай Юньшин почти хотел помочь. Это был дикий бессмертный гу. Его было очень трудно поймать. Если они не предпримут меры сейчас, то будет слишком поздно. Но Инвусе был невозмутим. Он молча наблюдал за происходящим. Так как он оставался неподвижным, Хэй Лу Ланишину тоже бездействовали. Бай Нин Бин не могла пошевелиться. Она была полностью заморожена. Энергия мороза пронизывала все ее тело. Она была близка к смерти. Но этот умирающий человек сильно привлек дикого бессмертного гу, который вырвался изо льда. Этот дикий бессмертный гу медленно пролетел над ней и вошел в руки Бай Нин Бин. В представлении бессмертных этот бессмертный гу был размером с детский кулак. Напоминал паука с белым телом и восемью когтями, а также спиной с синими цветочными отметинами, на которой виднелся крик мстительного призрака. Ледяная душа бессмертный гу шестого ранга. Бай Нин Бин сосредоточила свой разум и открыла вход в фантомную апертуру. Ледяная душа бессмертный гу сразу уже влетела внутрь. Когда вход в фантомную апертуру закрылся, Инвусе немедленно начал действовать, исцеляя раны Бай Нин Бин, оттаскивая ее от границы смерти. Хорошо, ледяная душа бессмертный гу уже в твоей апертуре, ему некуда бежать, усовершенствовать его будет очень просто. Инвусе похлопала в ладоши и улыбнулась. Взгляд Хэйлу Лань заблестел, и она вдруг сказала. Я понимаю, эта ледяная душа бессмертный гу имеет тесную связь с Бай Нин Бин. Потому что Бай Нин Бин обладает телосложением ледяной души темного севера. Действительно, аура ледяной души темного севера обладает сильным притяжением к ледяной душе бессмертному гу. Поэтому я попросил Бай Нин Бин захватить ее, не используя никаких защитных методов. Это было сделано для того, чтобы полностью высвободить ауру телосложения ледяной души темного севера без какого-либо сокрытия. Инвусе кивнул, объясняя. Но если бы жизненная сила Бай Нин Бин была слишком высока, то ледяная душа бессмертный гу колебалась бы. Таким образом, только когда Бай Нин Бин была на грани смерти, ледяная душа бессмертный гу почувствовал, что она не представляет угрозы, и автоматически направился к ней. Так вот оно что, понял Тай Бай Юнь Шин. Лорд Фан Юань такой мудрый, сказал верный Шину. Ха-ха-ха. Инвусе поднял голову и рассмеялся. Моя секта теней огромная и имеет много ресурсов. Работа со мной даст вам всем большие преимущества. Как и эта ледяная стена, моя секта теней провела тысячу лет, имитируя естественную среду, создавая эту землю для усовершенствования гу. Методы культивации, которыми владеет моя секта теней, немыслимы для каждого из вас. Если ваши способности низки, мы поднимем их. Если у вас мало знаков да, мы увеличим их. Все возможно. Сердце Хаилу Лань дрогнуло. Последние слова Инвусе были явно обращены к ней. Этот парень он научился быть настоящим лидером, он действительно быстро совершенствуется. Не успела Хаилу Лань продолжить размышления, как Инвусе махнул рукой. Мы уходим. Далее мы захватим небесный грот Байсяна, северные равнины. Я пропустил слишком мало бедствий и несчастий. Фан Юань вздохнул, его это не радовало. Почти в то же время, что и Хаилу Лань, которая была недовольна своими крупными потерями, она хотела пропустить как можно меньше бедствий и несчастий. Фан Юань вздохнул, количество пропущенных бедствий и несчастий не соответствовало его ожиданиям. Если возможно, он хотел стать Гу бессмертным седьмого ранга в самый ближайший момент. Бесконечное количество сражений в небесном гроте Хаифан заставило Фан Юань осознать свой самый большой недостаток. Его уровень культивации был слишком низок, а бессмертная сущность зеленого винограда была неэффективна. По мере того, как личность Фан Юань остановилась все сложнее, опасности, с которыми он сталкивался, также становились все больше. В прошлом Фан Юань мог хорошо контролировать будущее, потому что он был один. Теперь, когда у него было много союзных соглашений, он ничего не мог с собой поделать. К тому же во время путешествия в Восточное море ему не удалось уничтожить секту теней, а рост инвусий и остальных заставил Фан Юяня почувствовать огромное давление. Поэтому он предпочел бы пожертвовать своим будущим потенциалом и быстро повысить свою боевую мощь. Без настоящего, как может быть будущее, потенциал это хорошо, но чтобы иметь пространство для развития, нужно тратить время. Истинное отношение к культивации, быть практичным, все ради нашей нынешней реальности. Потери Фан Юяня были еще более тяжелыми, чем у Хэйлу Лань, но он не чувствовал ни жалости, ни потери. У него был решительный и целеустремленный взгляд, но Хань Дун уже прошел через два небесных несчастья и более 20 земных бедствий. Я присоединил его бессмертную апертуру, но продвинулся лишь на 4 земных бедствия. Это потому, что суверенная бессмертная апертура слишком велика. Эффект пропуска бедствий и несчастья от присоединения бессмертных апертур не очень очевиден. Фан Юяня обдумал это со всех сторон, он чувствовал, что причиной была суверенная бессмертная апертура. Гу бессмертные 6 ранга сталкиваются с земным бедствием каждые 10 лет и небесным несчастьем каждые 100 лет. Через 300 лет, после трех небесных несчастий, они становились 7 ранга. Если разделить этот процесс на три части, то Фан Юянь прошел его почти на треть. Это недостаточно быстро, мне нужно как можно скорее достичь 7 ранга, это даст мне огромный толчок в боевой силе с точки зрения стабильности. В финансовом плане я также быстро вырасту. Если одной благословенной земли Ханьдуна будет недостаточно, мне придется присоединить больше бессмертных апертур. Несмотря на то, что получение знаков да не сравнится с прохождением испытаний, я сэкономил много времени, теперь я могу легче справляться с трудностями и опасностями со всех сторон. Кроме того, при присоединении благословенных земель я получаю все их знаки да без каких-либо потерь. Хотя это все равно потеря, мне просто нужно убить несколько гу бессмертных, чтобы компенсировать ее. При мысли об этом в глазах Фан Юяня вспыхнул безжалостный огонек. Открыв еще одно преимущество суверенной бессмертной апертуры, Фан Юяня открыл для себя новый способ культивирования. Его первоначальный метод заключался в том, чтобы плыть по течению, проходя испытания и получая большое количество знаков да истинного смысла. Но этот метод был слишком медленным, его боевая сила росла медленно, а больше всего росла основа его бессмертной апертуры. Это не подходило для Фан Юяня, это только сделало бы его ситуацию более опасной. В настоящее время Фан Юянь собирался использовать метод присоединения бессмертных апертур и пропускать бедствия и несчастья, чтобы быстро повысить свой уровень культивации. Когда его уровень культивирования повысится, его боевая сила также возрастет. Фан Юянь будет использовать свою новую боевую силу, чтобы убивать больше врагов и присоединять их апертуры, чтобы избежать бедствий и несчастий. Это также позволит основанию его бессмертной апертуры расти, и он также получит знаки да. Этот метод позволял боевой силе Фан Юяня расти с наибольшей скоростью, но основа его бессмертной апертуры увеличивалась медленнее. Но этот метод подходил для ситуации Фан Юяня, он позволял ему иметь больше шансов на выживание. Оба метода культивирования могли создать цикл преимуществ для него, просто у них были свои преимущества и сильные стороны. Бессмертный убийственный ход дней проходит как годы. Бесчисленное множество червей гулетели в небе, расходуя бессмертную сущность зеленого винограда, и величественный свет заполнил всю суверенную бессмертную апертуру. Плеск, плеск, плеск. Приток реки времени в суверенной бессмертной апертуре показал свою истинную форму, его можно было увидеть невооруженным глазом. Под воздействием силы, дни проходят как годы, приток реки времени уменьшился, поверхность реки стала тоньше. Хав. Выдохнув, Фан Юяня наконец расслабился. Я преуспел. Скорость времени бессмертной апертуры значительно замедлилась. Интервал между моими бедствиями и несчастьями значительно удлинился. Убедившись, что убийственный ход удался, Фан Юяню брал всю свою концентрацию. Сейчас он находился внутри своего облачного города в благословенной земле Лангья. После присоединения благословенной земли Ханьдун, Фан Юяню немедленно вернулся обратно. Тайцу был слишком опасен. В то время как темный предел Фан Юяня имел ограниченный по времени эффект, небесная воля постоянно замышляла убить Фан Юяня. Теперь, когда время его бессмертной апертуры замедлилось, следующее бедствие и несчастье были нескоро. Фан Юянь внезапно почувствовал себя расслабленным, его давление уменьшилось. Прежде чем принять это решение, он все тщательно обдумал. С тех пор как он изменил свой метод культивации, ему не нужно было так часто проходить через испытания. Присоединение благословенных земель могло позволить ему избежать бедствий и несчастий. Этот эффект не имел ничего общего со скоростью времени в его собственной благословенной земле. Сейчас важнее всего были благословенные земли, где он мог найти больше благословенных земель. Фан Юянь сначала подумал о благословенной земле бессмертной Ху и благословенной земле звездной формы на центральном континенте. Но вскоре он отбросил эту нереальную идею. Это было невозможно. Центральный континент был опасной территорией. Десять древних сект вместе с небесным судом, который имел более глубокую основу, чем небеса долголетия, хотели убить Фан Юяня. Как Инвуси и остальные бежали с центрального континента, так и для Фан Юяня это была смертельная зона. Некоторое время назад, когда благословенная земля звездной формы столкнулась с бедствиями и несчастьями, дух земли написала Фан Юяню, рыдая и прося о помощи. Фан Юянь проигнорировал ее, только послал немного смертных Гу и бессмертной сущности духу земли, прося его спасти самого себя. Благословенная земля звездной формы была в таком тяжелом положении, а о благословенной земле бессмертной Ху и речи быть не могло. Фан Юянь подумал о долине Луапо, точнее о месте, где раньше находилась долина Луапо. В долине Луапо произошла напряженная битва. Фэн Цзюг во главе Гу Бессмертных центрального континента сражался с филиалом секты Теней на северной равнине с Циньбайшином во главе, и в итоге победа досталась Гу Бессмертным центрального континента. В долине Луапо было много благословенных земель Гу Бессмертных. Эти благословенные земли находятся на северной равнине, могу ли я пойти туда и взять их? Это была заманчивая идея, но Фан Юянь некоторое время колебался, а вскоре отказался и от этого варианта, потому что этот выбор был сопряжен с большим риском. Хотя эта битва была скрыта, и Гу Бессмертные северные равнины не знали о ней, 10 великих древних сект центрального континента и Небесный суд знали о ней, как и сама секта Теней. После смерти Гу Бессмертных снаружи образовывались благословенные земли или небесные гроты. Эти благословенные земли или небесные гроты содержат ресурсы, накопленные Гу Бессмертными за всю их жизнь. Независимо от того, насколько богатой была сила, они будут пытаться всеми способами вернуть эти ресурсы. Раз уж центральный континент смог отправить людей на северные равнины для расследования разрушения здания 88 истинных ян, то, естественно, они могут отправить и других, чтобы вернуть эти благословенные земли. И секта Теней тоже захочет вернуть себе эти благословенные земли. Я не ходил туда раньше, и я ни за что не пойду туда сейчас. Решение Фан Юяня было очень мудрым, потому что сейчас человек, тайно помогающий центральному континенту вернуть эти бессмертные апертуры, был Гу Бессмертным 8-го ранга принцем Фэнсиним. Если бы Фан Юянь слепо надеялся и отправился туда сам, принц Фэнсиань, наверное, рассмеялся бы даже во сне, увидев, как Фан Юянь отправился к нему сам, не прилагая никаких усилий. Дальше Фан Юянь подумала о Восточном море. В центре Восточного моря, в зоне турбулентных потоков, находились острова в пузырях. На одном из островов находилась уединенная область неба и земли, город-колодец, а внутри города-колодца было множество благословенных земель Гу Бессмертных. Все эти Гу Бессмертные были зарублены на смерть Фан Юяньим, использовавшим эффект города-колодца для усиления силы гигантской руки. Он даже вошел в эти благословенные земли в тот момент, когда они были опущены, и пошел внутрь, чтобы найти ресурсы. Самой манящей была благословенная земля Дин Ци. Дин Ци был Гу Бессмертным 7-го ранга Пути Крови. Он самоподрывался перед смертью, не оставляя Фан Юяню ни ресурсов, ни бессмертных Гу, ни души, но его бессмертная апертура осталась. Хотя Фан Юянь мог присоединить его бессмертную апертуру, он не стал делать этого на месте. Во-первых, дух земли благословенной земли Дин Ци имел сложные требования для владения. Он требовал, чтобы Фан Юянь завершил рецепт Бессмертного Гу Пути Крови Кровавая Месть. Если бы Фан Юянь все еще обладал светом мудрости, он мог бы быстро завершить это задание. Но теперь мудрость Гу не могла быть использована, а рецепт Кровавой Мести Бессмертного Гу был завершен менее чем на 10%. И если Фан Юянь хотел завершить этот рецепт Бессмертного Гу, то даже с его уровнем достижений Гроссмейстера Пути Крови ему пришлось бы потратить на это много времени и усилий. Во-вторых, предыдущий метод культивирования Фан Юяня делал упор на потенциал. Он проходил через несчастье одно за другим, если бы он присоединил благословенную землю Дин Ци, это противоречило бы его плану. Но сейчас все было иначе. Во-первых, Фан Юянь не достиг своей цели в том путешествии по Восточному морю, хотя он и ослабил Инвуси и его банду, он не убил их раз и навсегда. Фан Юянь глубоко понимал Инвуси, скорость их развития превосходила его и в следующий раз, когда они встретятся, он будет обороняться. Кроме того, существовал альянс вариантных людей, борьба в небесном гроте Хэйфань, вступление в секту Чу и соглашение безумного демона, которое должно было скоро появиться, его статус становился все более сложным. Фан Юянь чувствовал себя запертым в водовороте, во многих ситуациях он не мог делать то, что хотел, союзные соглашения ограничивали его свободу. Сейчас времена изменились, ситуация продолжала меняться, и Фан Юянь понял, что ему тоже нужно меняться. Его опыт культивирования в течение 500 лет предыдущей жизни дал ему острое чутье на дальнейшие развития, а также на надвигающиеся угрозы. У него было сильное чувство, что если он ничего не изменит, то будущее будет очень мрачным. Особое свойство суверенной бессмертной апертуры присоединять благословенные земли было как раз такой возможностью. Я, гроссмейстер пути крови, присоединение благословенной земли седьмого ранга не является проблемой с точки зрения уровня достижений. Но меньшая бессмертная апертура не может поглотить большую, что значит большая. Если речь шла об уровне культивирования, то бессмертная апертура Фан Юяня шестого ранга не могла присоединить к себе благословенную землю динцы седьмого ранга. Но если речь шла об основе бессмертной апертуры, то суверенная бессмертная апертура могла легко поглотить благословенную землю динцы седьмого ранга. Фан Юяню нужен был ответ на этот вопрос. Получить его было несложно, нужно было только постараться. Но кроме этого, есть еще одна проблема – признание Духа Земли. Признание Духа Земли Дин Ци довольно трудно получить, я не могу удовлетворить его в настоящее время. Но если я попытаюсь применить силу, Дух Земли будет уничтожен, и Благословенная Земля также будет уничтожена, создавая ветры ассимиляции. Когда эти ветры ассимиляции подуют в городе колодце, затронут ли они другие бессмертные апертуры? Может ли он уничтожить город-колодец напрямую? Фан Юань думал об этой проблеме еще в Восточном море, поэтому он не пытался силой заполучить эти Благословенные Земли. Чтобы уничтожить Духа Земли, сохранив при этом Благословенные Земли в целости, ему нужно было поглотить фрагмент незапамятных девяти небес. Но только Небесный Грот могли поглощать фрагменты незапамятных девяти небес, как и Небесный Грот Хэйфан. Даже если Фан Юань уничтожил Духа Неба, Грот все еще существовал. Это было потому, что этот мир Небесного Грота поглотил фрагмент незапамятных девяти небес. Но с Духами Земли дело обстояло иначе. К тому же область моря турбулентных потоков находилась далеко в Восточном море, и путешествие туда и обратно отнимало у Фан Юяня много времени. Возможно, Небесная Воля даже замышляла помешать Фан Юяню получить город-колодец. Подумав, Фан Юяня обнаружил еще одну проблему, ограничивающую его в получении бессмертных апертур. Это был уровень достижения. Фан Юяня не был преподобным демоном спектральной души. У последнего были высокие уровни достижений в каждом пути. Он мог легко поглощать благословенные земли в суверенную бессмертную апертуру. Но Фан Юяня не мог, или, скорее, секта Тинею совершенствовала суверенный бессмертный эмбрион Гу, чтобы пожирать бессмертные апертуры. Фан Юяня понял, что если бы он не принял суверенный бессмертный эмбрион Гу и позволил спектральной душе возродиться, тогда его развитие будет происходить с невероятно шокирующей скоростью. Он обладал самой кровожадной натурой среди преподобных, у него было много убийственных ходов, после убийства Гу бессмертных он мог либо взять знаки ДАА их главного пути и отказаться от бессмертной апертуры, чтобы повысить свой фундамент знаков ДАА, либо присоединить бессмертную апертуру и пропустить бедствия и несчастья, обнуляя отсчет своего надвигающегося несчастья. Эти два метода можно было использовать в сочетании друг с другом самым эффективным образом. Неудивительно, что спектральной душе удалось добиться успеха в моей предыдущей жизни. Неудивительно, что небесная воля пыталась всеми возможными способами отправить меня в прошлое и остановить его. Подумав об этом, взгляд Фан Юяня подсознательно переместился на юг, в направлении южной границы. Фан Юянь знал, что там находится гигантское царство грез, там был остаток души спектральной души, это была цель, которую Инвуси и остальные отчаянно пытались спасти. Уровень достижения, царство грез, южная граница, тело Фан Юяня задрожало, он вдруг о чем-то задумался. В этот момент мысли в его голове прояснились. Возможность культивирования, которая мне нужна, находится в южной границе. Она там. Снежная гора, первый пик. Формация гу-пути усовершенствования все еще была активирована. Леди Вань Шоу была энергична и снова появилась перед Махун Юним. Махун Юнь увидел ее, и его волосы встали дыбом, он закричал. Ты здесь, чтобы снова бить меня молнией, ты хочешь снова бить меня молнией. Хорошо, что ты в курсе. Леди Вань Шоу улыбнулась и направила шаровую молнию в руки в его сторону. А-а-а. Махун Юнь дернулся от боли, его глаза закатились, но изо рта не пошла пена слюны. В то же время его голос был очень четким, если прислушаться, то он был ритмичным. В общем, он продержался еще некоторое время, прежде чем потерял сознание. Его уровень культивации снова повысился. Кроме того, в этот раз он продержался на 30% дольше против усовершенствования молнией. Леди Вань Шоу нахмурилась, наблюдая за происходящим. Из ее глаз, носа и ушей текла кровь. Это была обратная реакция усовершенствования гу. Но Леди Вань Шоу уже много раз сталкивалась с этим. Она привыкла к такой обратной реакции. Ее процесс исцеления также был очень быстрым и эффективным. Это немного хлопотно. Чем больше раз Махун Юнь подвергается усовершенствованию молнией, тем сильнее его сопротивление, и тем больше вероятность, что этот важный шаг не удастся. Что же мне делать? Изменить метод усовершенствования? Нет. Если я изменю метод сейчас, мне придется изменить весь рецепт бессмертного гу. Половина материалов, которые мы нашли ранее, станут непригодными для использования. Снежная гора больше не может нести такие расходы. Леди Вань Шоу вздохнула, чувствуя сильное беспокойство несколько дней спустя. Северные равнины, пещера безумного демона. Лю Гуани, мы ждали тебя. Небессмертный вышел на первый ярус, приветствуя Фан Юаня и Чуду. По мере углубления в пещеру все трое разговаривали. Фан Юань обнаружил, что маршрут в этот раз немного отличается от того, что он проходил в прошлый раз. В последнее время демонические звуки очень часты, спросил Фан Юань. Сейчас они становятся все более частыми. Поэтому маршрут нашего путешествия также должен быть изменен. Как только начнутся демонические звуки, знаки Даа впадут в хаос. Не только опустошающие звери сойдут с ума, но и местность изменится, объяснил Небессмертный. Мгновение спустя они увидели Пань Шаня. Пань Шаня очнулся от своей дремы, его глаза слегка приоткрылись. Ты снова здесь, брат Чу? Похоже, у него были хорошие отношения с Чуду. Затем он посмотрел на Фан Юаня. Брат Лю, я знаю о твоих возможностях, давай поговорим более подробно после заключения соглашения безумного демона. Фан Юань спросил. Как мы заключим соглашение безумного демона? Нам нужно будет спуститься на третий и последний уровень. Я не могу так легко передвигаться, я не пойду с вами. Пань Шань сказал туманно. Его объяснение было так же хорошо, как и ничего. Следуйте за мной. Небессмертный продолжал вести за собой. Трое бессмертных продолжали спускаться вниз, чем глубже они заходили, тем больше поворотов им приходилось делать. Иногда казалось, что расстояние по прямой короткое, но им приходилось долго идти в обход. Поверь мне, в этом месте идти в обход гораздо быстрее, чем по прямой. Небессмертный улыбнулся. Чуду кивнул, указывая на Фан Юаня. Когда мы придем туда, не удивляйся. Фан Юань почувствовал некоторое любопытство и предвкушение. Через некоторое время, пройдя через вход в пещеру, Фан Юань официально вступил в третий последний уровень пещеры безумного демона. Его зрение было охвачено ярким сияющим светом. Всевозможные цвета исходили от камней, почвы и травы в этом месте. Фан Юань глубоко вдохнул. Это все огни знаков ДАА. Только бессмертные материалы квази-девятого ранга могут излучать такой свет. Знаки ДАА здесь настолько плотные, что каждый кусочек почвы и камня является бессмертным материалом квази-девятого ранга. Небессмертный рассмеялся. Брат Лю рассуждает логично. Но эти бессмертные материалы имеют хаотичные знаки ДАА. Их нельзя использовать. Чудо увидел шок Фан Юаня и улыбнулся. Тогда, когда я только пришел сюда, я испытал такой же шок. Небессмертный закончил свой смех. Знаки ДАА здесь чрезвычайно плотные. Это не так просто, как просто излучать свет знаков ДАА. Здесь почти как в убийственном ходе поля битвы. Передвигаться здесь крайне сложно. Брат Лю, почему бы тебе не попробовать? Фан Юань быстро покачал головой. Небессмертный, раз ты так говоришь, я тебе поверю. Нет необходимости пытаться. Небессмертный посмотрел на Чудо и улыбнулся. Брат Лю умнее определенного человека. Тогда он отказывался верить, хотел обвинить меня. Я не смог переубедить его и в итоге он сильно пострадал. Чудо потер нос, признаваясь Фан Юаню. Небессмертный говорит обо мне. Я потратил три года, чтобы восстановиться после той травмы. Не смотри свысока на здешние знаки ДАА. Это место чрезвычайно опасно. Каждый твой шаг рискован. Я научу тебя одному секрету. Постарайся приблизиться к знакам ДАА своего собственного пути. Это может облегчить твое путешествие и встретить наименьшие препятствия. Небессмертный кивнул. Это правда. Я губи смертный пути правил. Я должен пробовать ходить по местам с большим количеством знаков ДАА пути правил. А я культивирую путь силы. Мне нужно приблизиться к знакам ДАА пути силы. Поэтому в следующем путешествии мы не сможем тебе помочь. Ты должен идти сам, брат Лю. С беспокойством сказал чуду. Фан Юань кивнул. Небессмертный шагнул вперед первым. Я пойду первым, брат Лю. Смотри внимательно. Фан Юань сосредоточился и стал смотреть. Каждый шаг небессмертного был очень бдительным. Первые 10 шагов были очень легкими. Он мог двигаться спокойно. Но после 10 шагов стало трудно. После 20 шагов его движения стали скованными. Как будто бесформенная сила давила на него. После 30 шагов небессмертный обильно потел. На 42 шаге он впервые остановился. Тяжело дыша. И повернулся. Чтобы спросить Фан Юаня. Брат Лю, тебе удалось увидеть это? Чуду рассмеялся. Небессмертный. Хватит притворяться. Ты явно не в состоянии продолжать. Ты все еще пытаешься задать вопрос брату Лю. Чтобы скрыть тот факт, что ты остановился. Небессмертный был разоблачен. Он смутился и огрызнулся. А чуду, я хочу посмотреть, сколько шагов ты сможешь сделать. Сможешь ли ты пройти так же далеко, как я? Чуду фыркнул. Мне ли тебя бояться? Смотри внимательно. Прежде чем он закончил свои слова, он сделал большие шаги вперед по знакам Даа в этом районе. Сначала его скорость была выше, чем у Небессмертного. Он двигался как дракон или тигр. Выражение лица Небессмертного было мрачным. Но вскоре чуду сделал неверный шаг. И свет знаков Даа под ним вспыхнул. Чуду захрипел. Его тело затряслось. И он выплюнул полный рот крови. Он был сильно ранен. Его импульс был потерян. Но он не остановился. Чуду терпел свои травмы, продолжая идти шаг за шагом, медленно, как улитка. В конце концов, он сделал 38 и 39 шагов. На сороковом шаге он уже не мог идти дальше. Последний прилив сил был исчерпан. Он остановился. В конце концов, я не могу сравниться с тобой. Чуду вытер кровь с арта и вздохнул. Небессмертный был очень потрясен. Он уставился на чуду широко раскрытыми глазами. Доминирующий бессмертный. Ты действительно так сильно вырос с прошлого раза. Мне стыдно. Я пробыл в пещере безумного демона так долго. Я прошел по этому месту в сотни раз больше, чем ты. У меня такое огромное преимущество. Но я смог сделать только 42 шага. Чуду рассмеялся. Ладно, не льсти мне. Я знаю, что ты не использовал всю свою силу. Ты пытаешься спасти мое лицо. Небессмертный не стал отрицать этого. Он усмехнулся. Даже так, твое развитие превосходит мое воображение. Ты действительно гений в культивации пути силы, доминирующей бессмертный. Действительно, как говорится, титулы никогда не ошибаются. Чуду от души рассмеялся и махнул рукой. Ладно, давайте прекратим лезть. Дальше мы увидим выступление брата Лю. Двое бессмертных обернулись и посмотрели на Фан Юяня. Фан Юянь кивнул. Не смейтесь надо мной, если я опозорюсь. Брат Лю, расслабься. Это твой первый раз здесь. Ты должен сосредоточиться на ощущении ходьбы здесь. Не зацикливайся на количестве шагов. Сказал небессмертный. Вместо этого Чуду рассмеялся. Ха-ха. Не волнуйся, брат Лю. Я вспомню твое жалкое состояние позже. Я прошел 22 шага, когда впервые пришел сюда. Если ты не сможешь победить меня, я буду смеяться над тобой вечно. Ха-ха. Фан Юянь тоже засмеялся. Это была гармоничная сцена. Но на самом деле он внутренне понимал. Эти двое целенаправленно изучают меня. Несмотря на то, что Чуду рекомендовал меня, они не уверены в моей способности исследовать это место. Поэтому они создали эту ситуацию. Они работают вместе. Специально просят меня идти в одиночку. Хотят прощупать мою основу. Если я проявлю себя слишком плохо и не смогу им помочь, они могут даже не заключить со мной соглашение безумного демона. Привлеченный преподобным демоном безграничным и секретом вечной жизни, Фан Юянь решил устроить хорошее шоу, чтобы показать свою силу небессмертному и Чуду. Глаза Фан Юяня сияли таинственным светом. Он глубоко вдохнул и твердо встал на землю, сделав шаг вперед. Он выбрал путь с наибольшим количеством знаков до пути трансформации. Но в следующий момент выражение лица Фан Юяня изменилось. Ха-ха. Чуду наблюдал за его выражением лица и засмеялся одновременно с изменением выражения Фан Юяня. Брат Лю, наблюдать в одиночку бесполезно. Ты уже чувствуешь давление? Фан Юян чувствовал себя крайне озадаченным внутри, но он не показал никаких недостатков в своем выражении. Он не стал отвечать Чуду, промолчал и продолжил идти вперед. Один шаг, два шага, три шага. Так Фан Юянь сделал более десяти шагов вперед. Странное чувство Фан Юяня усилилось. Что происходит? Почему я не чувствую препятствий? Я уже сделал больше десяти шагов, а кажется, что иду по обычной земле. Это было ненормально. Фан Юянь вскоре догадался, что ситуация была вызвана его суверенным бессмертным телом. Чуду и небессмертный сталкиваются с давлением из-за конфликтующих знаков доа. Здесь много знаков доа, а у губи смертных тоже много знаков доа в их телах. Поэтому, даже если они сделали один шаг за раз, идя по тропинкам с знаками доа пути правил или силы, окружающие знаки доа находятся рядом и все равно будут давить и отвергать их. Но я другой, здешние знаки доа, это небессмертные убийственные ходы, у них нет наступательной силы, они не могут повлиять на меня. Конечно, это всего лишь мои догадки, правда может быть не такой, подумал Фан Юянь, продолжая идти, сделав еще несколько шагов вперед. Выражения лиц небессмертного и чуду слегка изменились. Этот люгуани такой сильный, небессмертный был крайне шокирован. Он уже почти на 20 ступени, а все еще может двигаться так спокойно. Когда я пришел в первый раз, каждый шаг давался с трудом, мне приходилось прилагать все усилия, это было жалкое зрелище. Чуду вспомнил свой собственный опыт, по сравнению с ситуацией перед ним, его гордость и уверенность в себе сильно пострадали. В его голове неконтролируемо возникла мысль, только не говорите мне, что этот люгуани еще больший гений в культивировании пути трансформации по сравнению со мной и путем силы. У него даже более высокий уровень достижений, на самом деле, Фан Юянь изо всех сил пытался скрыть себя. Он делал вид, что задыхается, как будто очень устал, но его действия относились к чуду и небессмертному. Они проходили через это много раз, у них был опыт, и они могли сохранять самообладание. Хотя Фан Юянь не выглядел жалко, он был лишь немного слабее их. В конце концов, Фан Юянь остановился на двадцатой ступеньке и улыбнулся. Я примерно такой же, как и ты, брат Чу. Чуду посмотрел на Фан Юяня с глубоким смыслом. Брат Лю, ты не дошел до конца. Фан Юянь горько улыбнулся. Я едва держусь, если я продолжу, то начну выплевывать кровь. Улыбка Чуду была еще более горькой, чем его. Я не буду врать брату Лю, когда я пришел сюда в первый раз, я начал выплевывать кровь. На десятом шаге сердце Фан Юяня подпрыгнуло. Он понял, что его выступление вышло за рамки. Но это была лишь небольшая ошибка, это не было проблемой. Давайте продолжим движение, мы можем заключить союзное соглашение, прежде чем говорить дальше. Не бессмертный улыбнулся, его отношение было намного теплее, чем раньше. Благодаря предыдущему выступлению Фан Юяня, оценка не бессмертного поднялась на несколько уровней. Трое путешествовали по земле знаков Даа с большим трудом. По мере продвижения вперед знаки Даа становились все плотнее, а препятствий было все больше. Конечно, это относилось к не бессмертному и Чуду. Но Фан Юянь тоже столкнулся с большими трудностями, ему приходилось притворяться, что ему тяжело, чтобы Чуду и Небессмертный не заподозрили его. Трое бессмертных шли и отдыхали, короткий путь занял у них 15 минут. В конце концов, они пришли к камню. Новичок, камень внезапно заговорил, из него поднялся дым и исчез. Камень превратился в худого и невысокого гу бессмертного. У него была козлиная бородка, он был ростом с колена Фан Юяня, а его маленькие глаза сияли ярким светом. Это один из трех чудаков безумного демона, гу бессмертный путь мудрости тайный интриган. Чуду представил его в подходящий момент. Фан Юянь мысленно вздохнул. Этот человек на самом деле тайный интриган. Он прекрасно скрыл свое выражение лица, сделав вид, будто услышал это впервые, и тут же поприветствовал. Здравствуйте, я Лю Гуани Пути Трансформации, день спустя. Брат Лю, брат Чу, вы так скоро уезжаете, не останетесь ли вы еще на несколько дней? На первом уровне пещеры безумного демона, небессмертный попытался попросить их остаться. Нет, Чуду Горько улыбнулся и отказался. Вы также знаете о ситуации на северных равнинах. Я недавно создал секту Чу и заключил союз с племенем Байдзу. Сейчас праведный путь нацелен на нашу секту одиноких культиваторов. Они не могут нас терпеть. Они собирают членов, чтобы расправиться с нами. Небессмертный вздохнул. Это внешние мерзкие дела. Что есть такого, с чем нельзя расстаться? Слава и репутация. Останутся ли они после смерти? В легендах Рензу, после смерти незрелого великого солнца, его душа отправилась к двери жизни и смерти. Он остался в озере успокоения души, так как репутация Гу покинула его. Только вечная жизнь является достойной целью и стремлением для нас, Гу Бессмертных. У Чуду было решительное выражение лица. Я сделаю так, чтобы путь силы процветал. Это обещание я дал одному человеку. Если я не смогу его выполнить, я не буду жить спокойно. Фан Юян не мог не посмотреть на Чуду. Это был первый раз, когда он слышал, как Чуду говорит о своем стремлении. Выражение искренности Чуду не казалось фальшивым. Похоже, что за культивацией пути силы Чуду стоит какая-то история. Фан Юян размышлял об этом, когда Небессмертный спросил его. Брат Лю, у тебя большой потенциал, почему бы тебе не остаться здесь? Фан Юян улыбнулся. В этот раз я пришел сюда, чтобы подписать соглашение Безумного Демона. Теперь, когда это сделано, у меня есть другие дела, которые нужно уладить. Небессмертный на самом деле думал о Фан Юяни более высоко. В основном потому, что выступление Фан Юяня в этот раз произвело на него глубокое впечатление. В этом аспекте Фан Юян был более уверен в себе, чем Небессмертный. Он чувствовал, что может свободно бегать по территории знаков до третьего последнего уровня. Но если бы он сделал это, это было бы слишком шокирующе. Челюсти трех Чудаков Безумного Демона упали бы. Я еще не видел первый и второй нижние слои, я не могу их оценить. Но третий слой это не проблема. Происхождение Гу находится на самом нижнем слое, но с тремя Чудаками Безумного Демона, охраняющими его, я не могу действовать в одиночку. Фан Юян чувствовал, что это несколько досадно. Когда-нибудь он бы вернулся в пещеру Безумного Демона, используя свое преимущество, чтобы исследовать это место. Но сейчас было не время. Ему нужно было повышать свой уровень культивации. Это было самым важным делом. Что касается происхождения Гу, то даже если бы Фан Юян получил его, какая от него была бы польза? Это был бессмертный Гу девятого ранга. Фан Юян вспомнил о мудрости Гу. Он не мог его использовать и не знал, как это сделать, и если он его получит, то это будет огромным бременем. Кроме вечной жизни, все остальное временно. Брат Лю, сколько времени тебе нужно? Спросил не бессмертный. Он не хотел отпускать такого полезного человека, как Фан Юянь. Взгляд Фан Юяня заблестел. Он посмотрел на Чуду. Вообще-то, я член секты Чу. Сейчас племена Хуан Цзинь нападают на секту Чу. Я должен им помочь. Чуду знал, что Фан Юянь использует его как предлог, но услышав это, он все равно почувствовал внутреннее тепло. Вздох, вы ребята, неважно. Небессмертный увидел, что не может убедить Фан Юяня, и сдался. Фан Юяня и Чуду попрощались с небессмертным и улетели в небо. На обратном пути Фан Юянь расспросил Чуду о ситуации на Северной равнине, а также о трудностях, с которыми сейчас сталкивается секта Чу. Фан Юянь также принял соглашение безумного демона, его отношения с Чуду снова углубились. Чуду не стал скрывать этого от него, он горько улыбнулся. Сейчас я тоже чувствую сильное давление, несмотря на то, что секта Чу заключила союз с племенем Байцзу, мы противостоим врагу, в десятки и сотни раз превосходящему нас по силе. Но они не объединены и имеют свои собственные территории, они могут выставить только ограниченное количество губ бессмертных. И они следуют праведному пути, они говорят о правилах и репутации, у нас все еще есть шанс, когда они придут. Фан Юянь задал решающий вопрос, Чуду усмехнулся. Далеко не сейчас, несмотря на то, что они повсюду распространяют новости и говорят резкие слова, они все еще далеки от того, чтобы отправиться в путь. У этих племен Хуан Цзинь свои конфликты и разногласия, им нужно многое обдумать, для них все не так просто, как для нас, членов демонического пути. Фан Юянь кивнул. Слова Чуду заставили его еще лучше понять и проанализировать текущую ситуацию на Северной равнине. Чуду посмотрел на Фан Юяня. Это может показаться самонадеянным, но брат Лю, твой путь трансформации уже достиг уровня великого гроссмейстера. Что, еще нет? Ответил Фан Юянь. Даже если ты не великий гроссмейстер, ты, по крайней мере, квази-великий гроссмейстер, Чуду сказал с большой уверенностью в себе. Фан Юянь рассмеялся и вместо этого спросил. Откуда ты знаешь? Чуду усмехнулся. Я понял это потому, как ты справляешься со знаками Даа. Чем выше твой уровень достижений, тем легче исследовать пещеру безумного демона. Не бессмертный был шокирован моим прогрессом. Это потому, что я недавно достиг качественного роста уровня достижения пути силы. Чуду уставился на Фан Юяня. Его взгляд содержал глубокий смысл. Фан Юянь знал, что он пытается спросить об убийственном ходе закалки бессмертной апертуры испытанием. В конце концов, Чуду лишь использовал призыв бедствия бессмертного Гу, чтобы получить некоторые преимущества от Фан Юяня. Основной метод, который мог раскрыть истинный смысл безрассудного дикаря, Фан Юянь держал в секрете, он не раскрывал ничего из этого. Фан Юянь знал, о чем хотел спросить Чуду, но сделал вид, что не знает, сказав. О, я понял. После этих трех слов не последовало никакого продолжения, и они спокойно продолжили путь. В глазах Чуду промелькнуло разочарование. Все это время он желал получить закалку бессмертной апертуры испытанием, но в данной ситуации это уже не имело значения. Поэтому Чуду спросил очень туманно. Он знал, что такой умный человек, как Фан Юянь, поймет, что он хотел сказать. Но Фан Юянь ответил тремя словами. О, я понял. Чуду сразу же понял, что Фан Юянь отверг его. Как Чуду спросил очень тонко, так и ответ Фан Юяня был таким же. Понятно. Это означало, что метод Фан Юяня по извлечению истинного смысла не продавался, он отверг сделку. Я могу пока забыть об этом. Чуду чувствовал, что это досадно, но он был очень рационален. В этой ситуации он должен был углубить сотрудничество с Фан Юянем, он не мог ухудшить их отношения. Фан Юянь не вернулся в небесный грот Хэйфан вместе с Чуду. На полпути он расстался с Чуду. Фан Юянь полетел в юго-западном направлении. Через несколько дней он приземлился на обычный с виду курган. Согласно воспоминаниям Сюэсун Цзы, это то самое место. Фан Юянь осмотрелся и убедился, что прибыл в нужное место. Он начал активировать свой бессмертный Гу. Через некоторое время бессмертный убийственный ход успешно активировался, и он точно нашел местоположение благословенной земли. Его бессмертный Гу и бессмертный убийственный ход были позаимствованы у небесного владыки Байцзу. За это он заплатил огромную цену. Однако для Фан Юяня это того стоило. Нашел. Глаза Фан Юяня заблестели. Он вызвал небесного орла верхнего предела. Небесный орел верхнего предела понес Фан Юяня и несколько раз пролетел по кругу, после чего пронзил пространство и принес его в новую благословенную землю. Владелец этой благословенной земли в течение своей жизни культивировал путь земли, поэтому эта благословенная земля была покрыта черной гнилой грязью. Множество маленьких грязевых монстров катались по земле. Время от времени из почвы, словно огромная черная приливная волна, выпрыгивал гигантский опустошающий зверь-грязевой монстр. Маленький грязевой человек с зеленой прядью травы, идущей от его головы, парил и приближался к Фан Юяню. «Ба-баба!» Произнес маленький грязевой человечек, обращаясь к Фан Юяню. Фан Юянь прислушался и понял, что он говорит. Он не мог не смотреть на грязь под собой, бормоча. Чтобы стать владельцем благословенной земли, мне нужно победить сразу пять опустошающих зверей-грязевых монстров. Хех, легко. Требование признания этой благословенной земли пути земли было сложным для большинства шестых рангов. Но для Фан Юяня оно было очень простым. Фан Юянь не был не знаком с путем земли. На самом деле, благодаря опыту предыдущей жизни, его уровень достижения пути земли был на уровне мастера. После присоединения этой благословенной земли, его мини-западная пустыня превратилась в огромное болото. В течение следующего месяца Фан Юянь ходил повсюду, находя благословенные земли и присоединяя их. Небесный орел верхнего предела имел огромную ценность, и Фан Юянь легко проникал в благословенные земли, чтобы исследовать их. Информация об этих благословенных землях в основном была получена из душ гу бессмертных, которые Фан Юянь захватил. Дун Фан Чен Фан, Чжен Лин, Сю и Сун Цзы, 9 гу бессмертных небесного грота Хэй Фан, а также бесчисленные души гу бессмертных из области моря турбулентных потоков и, конечно же, живой Хэй Чин. Посчитав их всех, Фан Юянь насчитал огромное количество пленных гу бессмертных. Их души много раз обыскивались, и он получил всю их информацию. Уровень культивации Фан Юяня сильно вырос, он снова и снова избегал бедствий и несчастий. Пространство и ресурсы в суверенной бессмертной апертуре также увеличивались с каждым разом, и он снова и снова добивался успеха. Фан Юянь уже давно миновал свое первое небесное несчастье. К тому времени, как Фан Юянь вернулся на благословенную землю Ланг Я, за этот короткий период времени он уже прошел два небесных несчастья. Он был гу бессмертным шестого ранга, который был всего в трех земных бедствиях от своего третьего небесного несчастья Северной равнины, небесный грот Фэн Синя. Гу бессмертный восьмого ранга принц Фэн Сянь молча сидел с закрытыми глазами. Вокруг него пылали языки пламени, словно развивающиеся в небе одежды. Они были ослепительными и яркими, танцующими, как драконы или змеи, необыкновенными. В этот момент принц Фэн Сянь открыл рот и выплюнул маленькие жемчужины пламени. Жемчужины пламени росли вместе с ветром, через мгновение они превратились в оранжево-красные огненные шары размером с голову ребенка. Огненные шары кружились вокруг тела принца Фэн Синя, летая вверх-вниз, влево-вправо. Затем принц Фэн Сянь снова открыл рот и выплюнул еще одну жемчужину пламени. Через некоторое время вокруг принца Фэн Синя было уже восемь огненных шаров, они летали вокруг него, врезались друг в друга, двигались глубоким следом, бесконечно кружась вокруг принца Фэн Синя. В это время принц Фэн Сянь внезапно открыл глаза. Невероятно резкий свет вырвался из его глаз, он был чрезвычайно ослепительным. Бам-бам-бам-бам. Восемь огненных шаров один за другим самоподрывались, превращаясь в мерцающие языки пламени и рассеиваясь. Я снова потерпел неудачу, мне не удалось обнаружить никаких следов Фан Юяня. Глаза принца Фэн Синя блестели, он смотрел на исчезнувшие огненные шары. Если бы его дедукция удалась, то эти языки пламени мгновенно определили бы местоположение Фан Юяня, а также то, что он делает. Он говорит, очевидно, принц Фэн Сянь снова потерпел неудачу, он ничему не научился. В конце концов, я не гу бессмертный пути мудрости, я просто имитировал путь мудрости, я не могу определить истинное местоположение Фан Юяня. Принц Фэн Сянь вздохнул. Ему было поручено поймать Фан Юяня, но проблема заключалась в том, что он слишком глубоко спрятался. Большую часть времени он находился внутри благословенной земли и не выходил оттуда. Пока благословенные земли и небесные гроты не поглощали фрагменты девяти небес, они были совершенно другим миром, изолированным от пяти регионов, и даже фея Цзывы не могла ничего вывести. Принц Фэн Сянь в основном культивировал путь огня, естественно, он не смог. Конечно, Фан Юяня мог бы выйти и наружу, но у него было знакомое лицо и темный предел бессмертный гу. Вместе с его знаками дая пути тьмы, Фан Юяня мог скрывать свои следы каждый раз, когда он путешествовал. Господин Фэн Сянь, племя гун уже здесь, они хотят встретиться с вами. В этот момент в зал вошла женщина гу бессмертная, одетая в желтые, и сообщила. Она была прекрасна, как цветок, у нее были водянистые глаза и персиковые губы. Она была одной из двух сопровождающих женщин гу бессмертных принца Фэн Сяня, Лиа. Племя гун здесь, Хэм Пэф. Принц Фэн Сянь нахмурился, не буду с ними встречаться. Но гу бессмертный из племени гун принес указ долголетия. Лиа колебался. Принц Фэн Сянь слегка улыбнулся. Ну и что, что у них есть указ долголетия? Он может контролировать род Хуан Цзинь, но я не один из них. Лиа надулась. Господин, вы забыли, что мы теперь шпионы внутри Северной Равнины. На поверхности вы все еще зять племени гун, внешне верховная старейшина. Если вы открыто бросите вызов указу долголетия, не будет ли это проблемой? Ха-ха-ха. Принц Фэн Сянь от души рассмеялся. Лиа, ты провалишь наполовину. Небеса долголетия не стоит недооценивать. Это небесный грот девятого ранга. Оно имеет основание почтенного бессмертного гигантское солнце, и оно непостижимо глубоко. Это прямо как небесный суд центрального континента на Северной Равнине. Но на этот раз небеса долголетия послали приказ объединить племена Хуан Цзинь. Все суперсилы праведного пути должны атаковать племя Байцзу. Это объединенная битва племен Хуан Цзинь против внешних сил. Крах здания 88 истинных ян, создание племени Байцзу, а также секты Чу постоянно наступали на край терпения небес долголетия. На этот раз небеса долголетия точно не будут просить меня о помощи. Я Хуан, их единственный выбор. Принц Фэн Сянь прекрасно все проанализировала, глаза Лиа заблестели, но она ничего не поняла. Тогда почему Гу Бессмертный из племени Гун лично принес сюда указ долголетия? Глаза принца Фэн Синя засияли холодным светом. Эти люди из племени Гун пытаются ложно использовать эту власть, использовать указ долголетия и обманом заставить меня помочь им. Ты точно знаешь о цели племени Гун, они все еще мечтают стать силой праведного пути номер один. Так вот оно что, тогда мы их не встретим. Лиа улыбнулась, показав свои жемчужно-белые зубы. У нее была прекрасная улыбка, как образ весны. Все было в соответствии с тем, как проанализировал принц Фэн Сянь. Через несколько дней указ долголетия был передан всем племенам Хуан Цзинь, и в итоге оказался в руках Я Хуана. Я Хуан взял указ долголетия своими старыми руками, глубоко вздохнув про себя. Этот указ долголетия все-таки попал ко мне. Тому, кто слышал его бормотание, могло показаться, что Я Хуан все это время знал. На самом же деле ситуация была очевидной. Небесный владыка Байцзу был губи смертным восьмого ранга, и если силы праведного пути северной равнины хотели справиться с племенем Байцзу, то им нужен был губи смертный восьмого ранга, чтобы справиться с небесным владыкой Байцзу. На первый взгляд из губи смертных восьмого ранга в северной равнине, кроме небесного владыки Байцзу, старый предок Сюэху был на демоническом пути, гроссмейстер пяти элементов был одиноким бессмертным и вторгся в небеса долголетия, он уже был заперт в алтаре бедствия и удачи. Остались только принц Фэнсяни Я Хуан. Личность принца Фэнсяня была самой большой проблемой, у него не было родословной Хуан Цзинь, он был просто зятем племени Гун. Если бы они положились на принца Фэнсяня и победили племя Байцзу, разве это не доказало бы правоту гроссмейстера пяти элементов, великий род Хуан Цзинь, потомки почтенного бессмертного гигантское солнце, не могли положиться на себя, чтобы победить сильного врага, поэтому небеса долголетия могли выбрать только одного человека, губи смертного восьмого ранга Я Хуана. На самом деле Я Хуан не хотел ввязываться в эту историю, в настоящее время он был очень занят, пытаясь усовершенствовать воскрешение из мертвых бессмертного гу. Его сильно прервали, Я Хуан был в плохом настроении, пинг, раздался тихий звук. Я Хуан небрежно бросил указ долголетия на стол. Сначала я должен поговорить с небесным владыкой Байцзу. Я Хуан вздохнул, закрыл свою бессмертную апертуру и отправился во внешний мир северных равнин, улетев в белое небо. Мгновение спустя небесный владыка Байцзу, получивший приглашение Я Хуана, на мгновение заколебался, прежде чем решил встретиться с Я Хуаном и обсудить этот вопрос. Два губи смертных восьмого ранга встретились на белом небе и тайно поговорили. На самом деле они были друзьями. Давным-давно небесный владыка Байцзу задумал создать племя Байцзу, поэтому, будучи одиноким культиватором, он очень сблизился с Я Хуаном. Небесный владыка Байцзу хотел быть на праведном пути, но было только два губи смертных праведного пути. Принц Фэнсянь не происходил из праведного пути, он оставался сам по себе, и его отношения с племенем Гун были не очень хорошими. Так у небесного владыки Байцзу осталась только одна цель – Я Хуан. После этого небесный владыка Байцзу и Я Хуан вместе сразились со старым предком Сюэху. Несмотря на то, что они проиграли и репутация старого предка Сюэху резко возросла, это дело сблизило небесного владыку Байцзу и Я Хуана. Поэтому, когда они встретились, не было никакой вражды или злости. Друг, что ты думаешь? Я Хуан улыбнулся и спросил. Вздох, до чего дошло, скажу честно, я этого не ожидал. Небесный владыка Байцзу махнул рукой, он также чувствовал себя очень мрачно из-за сложившейся ситуации. Его мотив был очень прост, он хотел уничтожить небесный грот Хэйфан. Но если учесть, что боевая мощь и смекалка Чуду превзошли ожидания небесного владыки Байцзу, ситуация изменилась и ухудшилась. Небесный владыка Байцзу не мог отступить. Слухи и подозрения в адрес небесного владыки Байцзу в мире губи смертных Северной равнины распространялись Чуду и его подчиненными. Небесный владыка Байцзу знал об этом. Любой человек с работающим мозгом знал это. Но теперь, фактически, небесный владыка Байцзу и виновник слухов Чуду заключили союз, чтобы иметь дело с силами праведного пути, с которыми он не хотел сталкиваться. Небесный владыка Байцзу также был очень беспомощен в этом деле. Яхуан увидел выражение лица небесного владыки Байцзу и глубоко понял его чувства. Яхуан указал на него и улыбнулся. Старый друг, теперь ты понимаешь, быть лидером сил праведного пути нелегко. Во многих ситуациях, даже будучи губи смертными восьмого ранга, мы не можем действовать свободно. Раньше я завидовал твоему статусу одинокого культиватора. Я также призывал тебя не создавать никаких сил праведного пути. Чувствуешь ли ты это сейчас? Чувствую. Но я так долго и упорно трудился. Нелегко было добиться таких результатов. Я не хочу сдаваться. Небесный владыка Байцзу сказал открыто. Яхуан помолчал, а затем сказал. Я тоже не хочу вмешиваться в это дело, но ничего не могу поделать. Жетон небес долголетия уже в моих руках. Небесный владыка Байцзу глубоко вздохнул. Он почувствовал радость, но в то же время и печаль в своем сердце. Он был рад, что его отношения с Яхуаном были достаточно близкими. Но печально было то, что они с Яхуаном были друзьями, но им пришлось сражаться. Даже будучи губи смертными восьмого ранга, они не могли решить все сами. Небесный владыка Байцзу глубоко вздохнул. Тогда мы можем сразиться прямо сейчас. Яхуан махнул рукой. Это дело решенное. Мы сейчас не торопимся. Несмотря на то, что я отвечаю за это дело, племя Я всего лишь одна из сил праведного пути. У меня все еще есть небеса долголетия, которые наблюдают за ними. Они сейчас терпеливо наблюдают. Даже если мы будем сражаться, мы не сможем решить этот вопрос. По моему мнению, мы должны позволить этим младшим сражаться первыми и раззадорить их. Небесный владыка Байцзу поразмыслил и кивнул. В таком случае, давай определимся с датой проведения боевого состязания. Хорошо, подумал Яхуан. Кровавая равнина – хороший выбор места, как насчет нее? Хорошо. Небесный владыка Байцзу мгновенно согласился. Два губи смертных поговорили некоторое время, решая вопрос о боевом состязании на кровавой равнине, после чего покинули Белые небеса и вернулись в свои племена. Они дали соответствующие указания по поводу боевого состязания на кровавой равнине. В тот же миг мир губи смертных Северной равнины снова пришел в смятение. Возникла новая буря, она пронеслась по всему миру губи смертных Северной равнины. Губи смертные из племени Хуан Цзинь потирали руки в предвкушении. Они чувствовали, что у них достаточно сил, чтобы подавить союзные силы племени Байцзу и секты Чу. У них был высокий боевой дух. С точки зрения основы, союзные силы секты Чу и племени Байцзу не могли сравниться с альянсом сил праведного пути, но они могли обратиться за помощью. Небесный владыка Байцзу принадлежал к фракции одиноких культиваторов, а Чуду был известным экспертом демонического пути. До начала соревнований оставалось еще некоторое время. Новости о боевом состязании на Кровавой равнине распространились, даже Центральный континент и другие регионы слышали о нем. Обе стороны собирали силы, племена праведного пути Хуан Цзинь тщательно выбирали, отбирая только элиту, а племя Байцзу и секта Чу начали набирать экспертов для помощи, проводя большую подготовку Центральный континент, глубоко в земной бездне. В саду были расставлены вкусное вино и еда. Пойдем, братши, я слышал, что ты любишь вкусное вино. Я специально искал эти вина, чтобы ты попробовал. Гу Бессмертный Ян Фэн сидел прямо, протягивая руку к своему уважаемому гостю. У этого гостя были короткие белые волосы и сияющие золотые глаза с резким светом в них. Он был одет в строгую боевую форму и имел синий серебряный пояс. Его предплечья и колени имели ослепительные доспехи. У него были широкие плечи и тонкая талия, от него исходила доблестная аура. Но он наполовину опирался на стену и имел непринужденную позу. Это немного ослабило давление, которое он излучал. Гу Бессмертный Ян Фэн был Гу Бессмертным седьмого ранга пути трансформации. Экспертом секты Древней Души из десяти великих древних сект. Но по сравнению со своим гостем он уступал в славе. Потому что этот гость был Шилэй, он культивировал путь земли в первую очередь и путь трансформации во вторую очередь. Он был на пике седьмого ранга, он был экспертом Центрального континента, известным как Бессмертный Король Обезьян. Тогда я не буду церемониться. Шилэй рассмеялся, протянул руку и поднял чан с вином на стол. Сломав печать он вырвался наружу. Запах спиртного, казалось, будто бушует сильное пламя. Мгновенно огромный сад наполнился запахом густого алкоголя. Спирт был красного цвета, пары собирались вокруг чана, напоминая яркое облако пламени. Шилэй, увидев это, обрадовался и воскликнул. Хорошее вино. Так это и есть легендарное вино Красного Императора. Брат Янфын, ты смог достать его, ты впечатляешь. Гу Бессмертный Янфын громко рассмеялся. Не буду скрывать от брата Ши, я заплатил огромную цену, чтобы получить его из сокровищницы секты Древней Души. Если уж говорить об этом, то это произошло благодаря нашему предку. 300 тысяч лет назад Гу Бессмертный из нашей секты подружился с Гу Бессмертным из Восточного моря, императором Вина. Во время съезда пути усовершенствования Гу, они соревновались в усовершенствовании Гу и договорились, что тот, кто победит, получит творение проигравшего. Они сражались 81 день, победив, они были близки друг к другу. Это вино Красного Императора было создано императором Вина, он уступил его нашему предку. Секта Древней Души из десяти великих древних сект имела в своем названии слово «древняя» и, соответственно, своему названию. Секта была очень древней, самой длинной историей среди десяти великих древних сект. 300 тысяч лет назад это была эпоха средневековой древности. В эту эпоху последовательно появились преподобный Бессмертный Лотос Бытия, преподобный Демон Воровского Неба и преподобный Бессмертный Гигантское Солнце. Женщина Гу Бессмертная, Шуйни основала Путь Воды и построила Дом Родства Духа, это тоже было в эту эпоху. О, Шилей был заинтригован. Император Вина, я знаю этого человека, он был экспертом восьмого ранга Пути Пищи, он был очень известен в истории человечества. Вся его жизнь была посвящена созданию трех суверенных и пяти императорских вин. Легенда гласит, что, соединив эти восемь вин, можно получить ликерного червя Бессмертного Гу восьмого ранга. Используя этот Гу, можно превратить Бессмертную Сущность Белого Личи восьмого ранга в Бессмертную Сущность Желтого Абрикоса девятого ранга. После смерти этого человека он оставил после себя наследство. В настоящее время есть Гу Бессмертный Восточного Марятзу и Сяньвын, который стал сто тридцать седьмым наследником. Братши, ты так хорошо осведомлен, я впечатлен. Выпьем. Ян Фын поднял свой кубок с вином. Шилей вместо этого махнул рукой. Пить из кубка недостаточно приятно, давайте пить прямо из чанов. Хорошо, братши, ты очень прямолинеен, я сделаю то же самое. Ян Фын похлопал по столу, отвечая. Но Шилей только коснулся Чана, как его движения приостановились, выражение его лица изменилось, и он посмотрел на улицу. В небе над садом появился Бессмертный Гу. Пути информации он летал вокруг, но не приземлялся. Золотые глаза Шиле сияли. Это Бессмертный Гу из моей секты, брат Ян, пожалуйста, впусти его. Этот сад не был обычным, он был изысканно построен, выложен белыми нефритовыми плитками, из него сочился холодный воздух, изредка раздавался слабый драконий рев. Это был дом Бессмертных Гу секты Древней Души, поместье Ледяного Дракона. Ян Фын манипулировал домом Бессмертных Гу, открывая путь для Бессмертного Гу пути информации, который летел к Шилею. Осмотрев его, выражение лица Шилея слегка изменилось. Ян Фын не стал спрашивать о делах секты, он поднял свой кубок и отпил вина Красного Императора. Шилей взял инициативу в свои руки. Гу Бессмертные Северные Равнины действительно боевые маньяки. Племя Хэй только что было уничтожено, а теперь они снова начинают сражаться. На этот раз переполох еще больше. Все племена Хуан Цзинь объединились, чтобы разобраться с недавно созданным союзом секты Чу и племени Бай Цзу. Секта Чу? Ян Фын был озадачен. Это недавно созданная секта, ты знаешь о чуду Северной Равнины? Я знаю немного, это Гу Бессмертный, известный как Доминирующий Бессмертный. Верно, он создал секту Чу. Этого человека не стоит недооценивать, он использовал небесный грот Хэйфан, чтобы силой противостоять вторжению небесного владыки Бай Цзу. Он даже тайно воспитал многих Гу Бессмертных Пути Силы, у него довольно мощная сила. Ян Фын нахмурился, после поглощения этой информации он сказал, путь силы, это как заходящее солнце, ничего особенного. Но это секта Чу, вероятно, первая секта на Северной Равнине, этот Чу Ду такой смелый. Верно, сказал Шилы, это хорошее зрелище для просмотра. Обе стороны согласились провести боевое состязание. Хе-хе, Северные Равнины действительно захватывающие, они постоянно сражаются. Почему я не родился на Северных Равнинах, кашель, кашель, Шилы и похлопал себя по голове. О, чуть не забыл. Небесный суд отдал приказ, мы должны идти и атаковать благословенную землю звездной формы прямо сейчас. А что, Небесный суд уже подтвердил, что Фан Юян не придет? Удивленно спросил Ян Фын. Как оказалось, после того, как Инвуси и остальные сбежали из Небесного Суда, Фея Цзывы не прекращала поиски следов Фан Юяня. Истинное тело Фан Юяня еще не было обнаружено, и даже принц Фэн Сянь не смог добиться никакого прогресса. Но используя некоторые подсказки и свои огромные возможности, Фея Цзывы смогла силой вывести существование благословенной земли звездной формы. Благословенная земля звездной формы находилась внутри земной бездны, на территории секты Древней Души. Фея Цзывы специально попросила Гу Бессмертного Шилая выполнить задание. Шилый был верховным старейшиной секты Боевых Бессмертных. Секта Древней Души послала Ян Фына сотрудничать с Шилаем. Шилый выполнял приказ, согласно плану Фея Цзывы, он ждал в засаде. Как только Фан Юян вернется на благословенную землю звездной формы, он сразу уже схватит его. Но после столь долгого ожидания Фан Юянь даже не появился. Не так давно благословенная земля звездной формы столкнулась с бедствием, но Фан Юянь принял решение и проигнорировал его. Фея Цзывы заметила решимость Фан Юяня и решила, что если благословенная земля звездной формы останется нетронутой, то в будущем она очень поможет Фан Юяню. Таким образом, она решила пойти дальше и приказать Шилой уничтожить благословенную землю звездной формы, дом родства духа, гора озера сердца, жилище Фэн Цзинь Хуан. Старшая сестра, ты удивительно, ты смогла усовершенствовать даже этот тип Гу. Цзинь Хуан держала Гу обеими руками, взволнованно восклицая. У Фэн Цзинь Хуан была снежная кожа, длинные золотистые брови, губы изогнулись в улыбке. Ничего особенного, она имела крылья грез бессмертного Гу, ее путь усовершенствования достиг уровня гроссмейстера. Усовершенствовать смертного Гу третьего ранга было действительно пустяком. Старшая, старшая сестра, а нет, в это время подбежала Гу-мастер с взволнованным выражением на пухлом лице. Цзинь Хуан была недовольна ее поведением. Сунья, ты же элитный ученик Дома Родства Духа, как ты можешь так паниковать? Фэн Цзинь Хуан улыбнулась. Не стоит беспокоиться, я здесь. Расскажи мне, что случилось? Сунья глубоко вдохнула и сказала. Это, это Чжа Лянь Юнь идет. Что, Чжа Лянь Юнь? Выражение Цзинь Хуан изменилось. Она обеспокоенно посмотрела на Фэн Цзинь Хуан. Чжа Лянь Юнь, потусторонний демон. Она также унаследовала истинное наследство преподобного демона воровского неба. С тех пор, как она присоединилась к секте, она была твоим противником. Чжа Лянь Юнь хочет соперничать со старшей сестрой за место феи следующего поколения Дома Родства Духа. Почему она пришла сюда, чтобы найти тебя? Улыбка Фэн Цзинь Хуан постепенно угасла. Я тоже не уверена. Идемте, давайте встретим ее и спросим, разве это не ответит на наши вопросы? Все трое вышли из комнаты, встретив девушку. Эта девушка была одета в белое, как цветок озера. У нее были длинные черные шелковистые волосы с озабоченным взглядом между бровями. У нее была чистая кожа и зрачки, словно слившиеся с ночным небом, выражающие беспокойство и тревогу. Такая красота была сравнима с Фэн Цзинь Хуан. Это была Чжа Лянь Юнь. Младшая сестра Чжа, интересно, какое у тебя ко мне дело? Первым спросила Фэн Цзинь Хуан. Чжа Лянь Юнь на мгновение замешкалась, в ее глазах светилась решимость, лоб. В следующий момент она опустилась на колени. Цзинь Хуан и Сунья не ожидали этого, они были шокированы. Фэн Цзинь Хуан тоже был в шоке. Младшая сестра Чжа, почему ты так поступаешь? У меня действительно нет других альтернатив. Пожалуйста, пожалуйста, помоги Махун Юню. Сказала Чжа Лянь Юнь, по ее гладким щекам текли слезы. Махун Юнь, кто он? Он попросил тебя прийти и умолять меня? Подойди, встань и скажи мне, не надо стоять на коленях. Фэн Цзинь Хуан быстро прошла вперед, протягивая руки, чтобы помочь Чжа Лянь Юнь встать. Она обладала великодушием старшей сестры. Несмотря на то, что они с Чжа Лянь Юнь яростно соперничали за место феи, теперь, когда Чжа Лянь Юнь умоляла ее, Фэн Цзинь Хуан не смотрела на нее свысока, а предложила помощь ей подняться. Но Чжа Лянь Юнь не встала, она стряхнула руки Фэн Цзинь Хуана и зарыдала. Сейчас единственный, кто может мне помочь, это ты, старшая сестра Фэн Цзинь Хуан. Южная граница, деревня Гу Юэ. Фэн Юань сжал кулаки, стиснув зубы, он сказал двум людям, сидящим впереди. Дядя, тетя, вы уже получили наследство, которое оставили мои родители. Сейчас мне нужны первобытные камни, не могли бы вы мне помочь? Тетя фыркнула и пронзительно сказала. Это неправильно, мы не брали наследство твоих родителей, оно у твоего брата. У твоего брата способности класса А, у него гораздо лучшее будущее, чем у тебя. Я думаю, что твои родители поступили бы так же, если бы были живы. Ох, Фэн Юань, сказал дядя спокойным и медленным тоном. Я знаю, о чем ты думаешь, тебе нужны первобытные камни, чтобы купить материалы для усовершенствования Гу и усовершенствовать Гу. Но знаешь ли ты, как трудно усовершенствовать Гу? Насколько велик риск? Ты, ох, ты просто слишком молод. Не вынашивай таких нереальных мыслей, просто делай свою часть работы правильно. С твоими способностями класса С, перестань мечтать и живи реалистично. Сейчас была зима. В теплой комнате сердце Фэн Юань было ледяным. Он стоял на месте, после недолгого молчания он сказал. Теперь я понимаю. Он повернулся и вышел. Позади него тетя с сарказмом крикнула. Уйти вот так? Даже не попрощавшись, он действительно вежлив. Дядя улыбался, говоря фальшивым тоном. Ох, Фэн Юань, не спеши уходить, останься на ужин. Фэн Юань не остановился, он пошел еще быстрее, шагая более твердыми шагами. От дома дяди и тети он направился в сторону улиц, где было много людей. Была уже глубокая ночь. Несмотря на то, что снега не было, от холодного воздуха Фэн Юань бросала в дрожь. Затем он посмотрел на небо и сжал кулаки. В небе ярко сияли бесчисленные звезды. Звездный свет отражался в зрачках Фэн Юань, его глаза, казалось, сияли жизнью. Раз уж я трансмигрировал в этот мир, я должен чего-то добиться в жизни, и что с того, что у меня способности класса С, я точно смогу добиться успеха. Фэн Юань не заметил, что позади него бесшумно двигалась фигура, наблюдая за развитием событий. Звезды на ночном небе засияли еще ярче, и фигура стала отчетливо видна. Это был еще один Фэн Юань, но внешность этого Фэн Юэня полностью изменилась, в его взгляде читались опыт и зрелость. Под его взглядом все ночное небо, все царства грез померкло, как будто на небе образовался толстый слой тумана, постепенно все исчезло. В реальном мире Фэн Юань медленно открыл глаза, пробормотав, подумать только, что я могу снова пережить то, что случилось в моей предыдущей жизни. Центральный континент – дом родства духа. Чжа Лян Юань может быть потусторонним демоном, но в ней есть глубокая любовь. Мать Фэн Цзинь Хуан, фея Бай Цин, смотрела в окно, находясь на очень большом расстоянии, сосредоточившись на Чжа Лян Юань, которая все еще стояла на коленях во дворе. Чжа Лян Юань подошла к Фэн Цзинь Хуан и умоляла ее помочь спасти Махун Юня. Фэн Цзинь Хуан потерялась, после расспросов она узнала о душераздирающей истории Чжа Лян Юни Махун Юнь. Чжа Лян Юнь умоляла о помощи, но независимо от того, что говорила Фэн Цзинь Хуан, она, казалось, была зациклена на этом, она отказывалась вставать. Фэн Цзинь Хуан ничего не оставалось, как обратиться за помощью к ее родителям. Ее матерью была бессмертная женщина седьмого ранга из дома родства духа, Бай Цзинь, а отцом знаменитой Фэн Цзюгэ. Фэн Цзюгэ подошел к Фэе Бай Цзинь, он не смотрел на Чжа Лян Юнь, а смотрел на небо и сказал, «Дорогая, разве ты не видишь? Чжа Лян Юнь направляется какими-то людьми». Взгляд Фэй Бай Цзинь вспыхнул. Ты имеешь в виду Сюй Ха или Цзюнин? В местах, где есть люди, есть конкуренция за преимущества. В доме родства духа тоже были свои внутренние конфликты. Фэн Цзюгэ был силен. В отсутствии восьмого ранга он доминировал в десяти великих древних сектах, и никто не мог с ним соперничать. Но это не означало, что у него не было противников. Борьба в этом мире включала в себя не только драки и убийства. Сюй Ха и Лицзюнин были главными противниками Фэн Цзюгэ в доме родства духа. Они оба были женаты. Сюй Ха был Гу бессмертным пути мудрости, а Лицзюнин была известна как фея иллюзий. Ее сила была необычайной. В прошлой жизни, когда Фэн Цзюгэ умер внутри особого пространства истинного наследства воровского неба, эти двое сразу же оказали давление на фею Бай Цзюн и заняли мощную позицию. Но после этого, когда Фан Юян использовал цикаду весны и осени и в итоге спас Фэн Цзюгэ, история изменилась. Возвращение Фэн Цзюгэ оказало сильное давление на Сюй Ха и Лицзюнин, они оказались в невыгодном положении. Однако, используя влияние Чжа Лян Юнь, они вдвоем удержали свои позиции. Внутри дома родства духа даже Фэн Цзюгэ не мог к ним прикоснуться. Услышав, как фея Бай Цзюн назвала их имена, Фэн Цзюгэ признал. Это они. Это моя ошибка. Тогда я послал Сюй Ха выполнить задание для истинного наследства воровского неба. Я хотел оттеснить их в сторону, но они только выиграли от этого. Хуан Ир хочет стать феей следующего поколения, изначально ей не было равных, но теперь появилась Чжа Лян Юнь. Как и ожидалось от потустороннего демона, эта женщина очень умна и имеет другой взгляд на многие вопросы. Она может добраться до сути и добиться успеха своими уникальными методами. Она действительно достойна быть противником Хуан Ир. На этот раз Чжа Лян Юнь стоит на коленях и умоляет о помощи. Сюй Ха, вероятно, спровоцировал это. Чжа Лян Юнь хочет спасти своего возлюбленного. Она должна бороться за должность феи. Тогда у нее будет достаточно полномочий, чтобы использовать силу дома родства духа. Если Хуан Ир уступит ей, то она откажется от роли феи. Но если она отвергнет ее, это породит проблемы. Фэн Цзюг глубоко анализировал. Он легко раскрыл планы Сюй Ха. Он был Гу бессмертным пути звука, но обладал невероятной смекалкой. У него было острое восприятие этих внутренних конфликтов. Фея Бай Цин закатила глаза, игриво сказав. Дорогой, почему я не понимаю этого? Фирменный бессмертный Гу нашего дома родства духа. Любовь наша секта высоко ценит поступки людей из-за любви. Сюй Ха попросил Чжа Лян Юнь сделать это. Он, вероятно, не ожидает, что у нее получится. Но после того, как Чжа Лян Юнь будет отвергнута Хуан Ир, другие будут сочувствовать ей. Ха-ха-ха, моя дорогая, ты такая умная, я неоправданно волновался. Фэн Цзюга рассмеялся. Сюй Ха так отчаянно пытался сделать так, чтобы Чжа Лян Юнь выиграла и победила Фэн Цзинь Хуана, и стала феей до мородства духа. Таким образом, он мог использовать силу Чжа Лян Юнь, чтобы объединиться с другими и вместе противостоять Фэн Цзюге. У Сюй Ха был хороший план. Все это время личность Чжа Лян Юнь как потустороннего демона была ее самым большим препятствием для того, чтобы стать Феей Дома Родства Духа. Ведь люди охотнее верили тем, кто происходил из схожей среды. Чжа Лян Юнь, которая пришла из другого мира, подвергалась дискриминации и охранялась. Но после этого случая образ Чжа Лян Юнь в Доме Родства Духа полностью изменился в глазах каждого. Несмотря на то, что Чжа Лян Юнь была потусторонним демоном, она любила мужчину из мира Гу. Для этого человека она боролась за положение феи, она не была злобной или амбициозной личностью. Она была очень жалкой, никто ей не помогал. Ее возлюбленный был на Северной Равнине, он мог умереть в любой момент, и эти голубки могли никогда больше не встретиться. На этот раз Сюй Ха разработал хороший план. Неважно, какое решение примет Хуан Ир, она все равно проиграет. На самом деле, чтобы побороться за место феи, она должна отвергнуть Чжа Лян Юнь. Фэн Цзюга сказал прямо. Тогда мы позволим ей продолжать стоять на коленях здесь, спросила фея Бай Цин. Фэн Цзюга улыбнулся. Не беспокойтесь, она не останется здесь надолго, это всего лишь представление. Но фея Бай Цин покачала головой. Я не согласна с этим. Ты не видел глаза Чжа Лян Юнь, она такая решительная и непоколебимая. Она в глубокой агонии. Как ты думаешь, Сюй Ха расскажет ей правду. В этот момент Чжа Лян Юнь, вероятно, думает, что ее единственная надежда спасти своего возлюбленного заключается в том, что Хуан Ир откажется от этого соревнования. Она точно не сдастся. Она будет продолжать стоять на коленях. Фэн Цзюга молчал. Он смотрел на небо, не обращая внимания на Чжа Лян Юнь. Фэн Цзюга теперь немного сожалел. Если бы он знал это, то не стал бы покупать Чжа Лян Юнь еще на аукционе на Северной равнине. Сейчас она была самым большим препятствием для Фэн Цзинь Хуан. Родители в этом мире все еще имели одинаковые желания. Они хотели, чтобы их сыновья или дочери преуспели в жизни. Даже Фэн Цзюга с боевой силой восьмого ранга не была исключением. Даже твоя мать жалеет Чжа Лян Юнь, а Хуан Ир, на этот раз мы не будем давать тебе советы, как ты поступишь. Фэн Цзюга втайне предвкушал, пока ждал. На дороге к горе озера сердца, Цзинь Хуан серди топнула камень на тропинке. Это Чжа Лян Юнь такая назойливая. Разве можно так просить кого-то? Она хочет, чтобы ты отказалась от участия в соревновании на должность феи, и у нее хватает наглости так говорить. Она действительно бесстыжая, но у нее действительно нет выбора. Она уже объяснила, что это ради ее возлюбленного, пробормотала Сунья. Да, но даже если так, она не может этого сделать. Стоя на коленях на земле, отказываясь встать, она хочет, чтобы мы умоляли ее встать? Серьезно? Ох, я так зла. Из-за нее даже дом старшей сестры окружили зрители. Из-за нее ты не можешь пойти домой и вынужден бродить здесь. Цзинь Хуан топнула ногой, выходя из себя. Однако она действительно жалкая. В прошлый раз я этого не чувствовала, но услышав ее слова, я поняла, что Чжа-Лянь Юнь тоже очень добрая. Сунья покачала головой. Эй, на чьей ты стороне, ты выступаешь в защиту, Чжа-Лянь Юнь? Цзинь Хуан была в ярости. Она указала на Сунья, старшая сестра, самый квалифицированный человек, чтобы стать феей дома родства духа. Чжа-Лянь Юнь, посторонний человек, как она может. А ты, Сунья, исправь свое отношение. Ты забыла о том, что старшая сестра заботилась о нас все это время. Ты действительно сказала такие слова? Ты отплачиваешь за доброту враждой? Нет, у меня нет таких намерений. Я просто думаю, что она жалкая. Независимо от того, какое решение примет старшая сестра, я буду поддерживать ее. Сунья махнула рукой, объясняя. Цзинь Хуан немного успокоилась. Она начала беспокоиться за Фэн Цзинь Хуан. Старшая сестра, должно быть сейчас в тревоге. Эта Чжа-Лянь Юнь действительно создала хорошую проблему. Если мы согласимся на ее требования, то откажемся от должности феи. Но если мы не согласимся, люди скажут, что старшая сестра бессердечна, и люди будут сочувствовать Чжа-Лянь Юнь и признавать ее. Самое главное, что соревнование на звание феи решается не только старшими, но и учитывает мнение учеников нашего поколения. Фея каждого поколения в доме родства духа должна быть признана всеми. Хи-хи. Идущая впереди Фэн Цзинь Хуан неожиданно для самой себя облегченно рассмеялась. Она остановилась, и Цзинь Хуан и Сунья поняли, что находятся на склоне горы, куда они обычно ходили. Фэн Цзинь Хуан стояла на склоне, подняв голову, она смотрела на звезды в небе. Затем она произнесла, я не уступлю, ее тон был простым, но Сунья и Цзинь Хуан могли услышать ее непоколебимую решимость. В ясных глазах Фэн Цзинь Хуан отражался свет звезд на небе, ночной ветер ласкал ее лицо, а волосы развивались в небе. Она продолжила, даже если Чжа Лянь Юнь жалкая, титул феи нового поколения, моя цель, это путь, который я выбрала, и я не изменю его ради других. С северной равнины, благословенная земля Лангья, Фэн Юань находился в своем собственном царстве грез, снова внутри горы Цин Маа, в деревне Гуюэ молодой Фэн Юань стоял перед главой клана Гуюэ. Ты хочешь, чтобы я завтра специально уступил Фэн Цзину, и проиграл ему? Зарычал Фэн Юань, глядя на него широко раскрытыми глазами, глава клана Гуюэ вздохнул. Фэн Юань, я понимаю, что это не твоя вина, Фэн Цзин был зачинщиком, но ты должен понять, что он жил под твоей тенью, не имея возможности освободиться. Он бросил тебе вызов, потому что внутренние желания его сердца заставляют его противостоять тебе, победить тебя, освободиться от своей детской травмы и получить сердце эксперта. Фэн Юань опустил голову, стиснув зубы. Глава клана, раз ты искал меня в тайне, значит у меня есть силы, чтобы победить его. Верно, вы взяли долг и заложили все свое имущество только для того, чтобы, к счастью, преуспеть в усовершенствовании этого ГУ. Это значительно повысило твою боевую мощь, но Фэн Цзин обладает способностями класса А, его обучают несколько старейшин, у него неплохие навыки, просто ему не хватает опыта, сказал старейшина клана Гуюэ. Способности класса А, хихи. Фэн Юань поднял голову и посмотрел на главу клана Гуюэ, насмешливо улыбаясь. Ваше решение? Глава клана Гуюэ ничего не выражал, внушительно глядя на Фэн Юэня. Фэн Юань развернулся и пошел прочь, его фигура растворилась в тени, он ушел с одним предложением. Я сделаю это. Глава клана Гуюэ молчал, его взгляд потемнел, и он пробормотал про себя. Он так легко уступил, должно быть, у него есть другие идеи. Чтобы перестраховаться, я должен сначала ослабить его рассвет. Когда блеснул первый луч солнца, цветы и трава были еще влажными от росы. Змея кровавого шипа вылезла из своей пещеры после невыносимо холодной ночи, жадно впитывая тепло солнечного света. Обычные змеи были холоднокровными, но кровь змея кровавого шипа была теплой. Когда температура повысилась, змея постепенно обрела ловкость. Вытянув тело и высунув язык, она начала искать пищу. Ему нужно было получить достаточно пищи сегодня и переварить ее, чтобы пережить следующую холодную ночь. В этом мире все живые существа боролись и боролись за выживание. Внешний вид змеи кровавого шипа был устрашающим, но ее природа была мягкой. Она не ела мяса и питалась кровавыми яшмами. Ее язык метался туда-сюда, и вскоре она обнаружила свою пищу. Кровавые яшмы были полупрозрачными, как розовые камни, висели на кончиках стеблей травы. Это была роса с цветов и растений, которые с определенной вероятностью могли трансформироваться под лучами рассвета. Если эта кровавая яшма сумеет избежать охоты змеи кровавого шипа и пережить холодные ночи, то через 7 дней и 7 ночей она превратится в маленькую кровавую яшму гу первого ранга. Змея кровавого шипа быстро переползла к нему. Шелест шелеста. Густой кустарник непрерывно дрожал, показывая следы линии. За несколько вдохов змея кровавого шипа преодолела расстояние в тысячу шагов и приблизилась к кровавой яшме. Змея подняла голову и уже собиралась поглотить это лакомство, как вдруг со стороны горизонта раздался громкий взрыв. Змея кровавого шипа задрожала от страха, все ее тело упало на землю без остатка сил. Бум, бум, бум. Взрывы разнеслись по земле подобно военным барабанам. Огромный зал пронесся сквозь облака и опустился над лугом, словно властитель мира. Этот зал имел широкую структуру и величественный вид. Вокруг него вились змеи молний, а рядом с ним сыпались бесчисленные молнии. Внутри зала Ньюэргу от души смеялся. Конечно, зал громкого грома чрезвычайно силен. В этом боевом состязании кровавой битвы, мое племя Ньюэр имеет этот зал. Чтобы подавить ситуацию, мы определенно убьем врагов. Ха-ха-ха. Он был известным экспертом Гу Бессмертным 7-го ранга праведного пути Северных равнин, специализировался на пути звука и имел впечатляющие боевые достижения. Его боевая мощь была на одном уровне с Гуанчоу из племени Гуань, вольным ученым и Пишуэханом. У Ньюэргу была маленькая голова и большой живот. Его тело было непропорциональным. Глазные яблоки выпирали. А конечности были сухими, как ветки. У него была бледная кожа, похожая на больную, без намека на кровь в лице. В данный момент Ньюэргу управлял залом громкого грома, ощущая переполняющую силу этого дома Бессмертных Гу. Он был чрезвычайно взволнован. Вместе с Ньюэргу находились несколько Гу Бессмертных племени Ньюэр. Среди них была девушка, которая не скрывала своего хмурого настроения и, закрыв уши, кричала. Хорошо, Ньюэргу, прекрати использовать громовой звук. Он действительно шумный, если ты еще раз его используешь, я превращу тебя в жабу. Ньюэргу, который был в приподнятом настроении, услышал угрозу девушке, его настроение тут же исчезло без следа. Двоюродная бабушка, я совершил ошибку. Он быстро повернулся и поклонился в знак извинения. Девушка махнула рукой. Маленький Гу, ты должен вести себя хорошо, мы не можем выделяться в этом боевом состязании кровавой битвы. Племя Я, племя Гу, а не племя Лю, те, кто ближе к секте Чу и племени Байдзу. Если мы приложим слишком много усилий, они будут просто наблюдать со стороны и пожинать плоды. Да, двоюродная бабушка, вы правы. Я прислушаюсь к уговорам двоюродной бабушки. Ньюэргу быстро похлопал себя по груди и заверил. Остальные Гу Бессмертные из племени Ньюэр почти не могли сдержать смех. Согласно старшинству родословной, эта Гу Бессмертная с внешностью маленькой девочки действительно была двоюродной бабушкой Ньюэргу. Решающим моментом было то, что она была очень сильна и обладала козырным бессмертным убийственным ходом, который она опробовала на Ньюэргу еще в юности. Травма, полученная Ньюэргу от этого, была очень сильной, и он начал бояться своей двоюродной бабушки. Хэм, люди племени Гун тоже идут. Девушка внезапно обернулась, под усилением зала громкого грома ее взгляд легко пронзил огромное расстояние, увидев другой дом Бессмертных Гу. Этот дом Бессмертных Гу был похож на зал. Это был зал Золотого Рассвета племени Гун, сияющий ярким золотым сиянием. Когда Ньюэргу увидел женщину Гу Бессмертную, стоящую у входа в зал Золотого Рассвета, он сразу нахмурился. Почему именно она? На вид этой женщине было около 25 лет, она была одета в ослепительный дворцовый наряд, нижние подолы которого касались земли, ее черные волосы были высоко подвязаны нефритовыми и золотыми украшениями. Ее кожа была белоснежной, брови тонкими, взгляд острым, а грудь пышная и упругой. Она выглядела величественно и красиво, создавая ощущение, что ее невозможно обидеть. Гун Вантин, воскликнула девушка племени Ньюэр с легким удивлением, а затем быстро добавила, пойдем со мной. Гу Бессмертные племени Ньюэр немедленно вылетели из зала Громкого Грома и подошли к входу в зал Золотого Рассвета. Девушка поприветствовала их первым сердечным тоном. Старшая сестра Вантин, надеюсь, у вас все хорошо. Гун Вантин слегка улыбнулась. Младшая сестра Ньюэр Цань, доброго дня тебе. Два дома Бессмертных Гу остановились над Кровавой Равниной. Это была редкая сцена в мире Гу Бессмертных Северной Равнины. Затем появился третий дом Бессмертных Гу, сделав эту сцену еще более красочной. Зал Божественного Света. Дом Бессмертных Гу племени Я. Гу Бессмертный из племени Я, Я Юанин, вылетел из дома Бессмертных Гу и сначала поприветствовал Гун Вантин, а затем поприветствовал Ньюэр Цань. Ньюэр Гу не мог не передать свой голос тайно Ньюэр Цань, двоюродная бабушка, похоже, что племя Гун на этот раз пришло подготовленным. Отправив Гун Вантин, даже нынешний обладатель указа долголетия, племя Я, было ошеломлено. Ньюэр Цань передала ответ. Гун Вантин, официальная жена принца Фэн Синя, кто может осмелиться не уважать ее. Даже если бы Я Хуан присутствовал, он также должен был бы быть в какой-то степени вежлив с ней. Важнее, что посланный племенем Я человек на этот раз Я Юанин. У нее мягкий характер, она не умеет сражаться и убивать, а специализируется на врачевании. Похоже, племя Я не собирается прилагать много усилий. Просто глядя на этих Гу Бессмертных, можно было догадаться о мыслях каждого племени. В прошлый раз племя Гун больше всех пострадало в битве на благословенной земле Железного Орла, и когда Гун Эр вернулся в племя, он был наказан. В этот раз племя Гун хотела, чтобы появился принц Фэн Сянь, но принц Фэн Сянь разгадал их уловку. Племя Гун могло выбрать только следующий лучший вариант, послать Гун Вантин. Она была женой принца Фэн Синя, имела седьмой ранг культивирования, обладала мощной боевой силой и была настоящим экспертом. Главной целью племени Гун на этот раз было возродить свой престиж. Племя Я послала Яю Янин.